Всем привет, с вами UwebDesign, это подкаст Суровый Веб, сегодня 29 ноября 2016 года, выпуск номер 104. Всем привет, время без 20.11 по Челябинску. Мне нравится, что ты не забываешь, что у нас Суровый Веб, и напоминаешь нашему. И напоминаю, сколько уже времени, мы прям по суровости начинаем запись без 20.11, уже носом клюем. Да, но не забываем про громкие темы. Например, такая как «Создатель PHP ненавидит программирование». Как же вы задолбали со своими оповещениями. Откуда берутся хайпы? Погнали. И у нас сегодня начинается с более громкой темы, чем все остальные, которые мы прочитали. Это uwebdesign.ru, вы можете зайти. Да, а что за сайт, кстати, Никита? У меня он есть почему-то в закладках, а я забыл, что там можно найти на нем. Это сайт нашего подкаста, можно сказать. Точнее, это сайт не нашего подкаста, наш подкаст это все-таки Суровый Веб, а это сайт нашей преступной группировки и веб-дизайн. Организованный? Конечно. Ух ты. И мы здесь организуем для вас, как обычно, пост к следующему подкасту, в котором какого-то хрена уже есть один комментарий, то есть уже кто-то, видимо, что-то предложил. Я не успеваю отойти и уже что-то предлагаю. Да, да, мы вот его выложили прям вот минуты назад, уже бомбят, уже прям сходу прям, хотя у нас на самом деле, я открою вам секрет, только для вас, уважаемые подписчики. Так. Зрители, слушатели, хотя нам сказали не делать разделение на зрители и слушатели. Как на черных и белых. Да, да, не надо выплевывать слушателей и съедать только зрителей. Так вот, у нас уже шесть тем на следующую неделю запланированы, так что прям вот вы ждете со своими предложениями. Да, заходите, youwebdesign.ru и в SideWire уже есть ссылка, заходите, предлагайте. Я, пользуясь служебным положением, скажу, что у нас на канале на этой неделе выходят ролики про WordPress. Казалось бы, все давно просили и вот они здесь. Про, а именно про плагин Advanced Custom Fields. Вот здесь вы видите на экране у меня уже второй ролик вышел сегодня. Соответственно, сегодня вторник, да, завтра не будет роликов, уже завтра будет подкаст. А в четверг еще одна третья серия и потом еще три серии будет. Поэтому вы обязательно прям держите руку на пульсе. Он многосерийный, то есть получается. Он прям многосерийный и остросюжетный, как боевик. Поэтому здесь прям нельзя пропускать, обязательно посмотрите. И предлагайте темы. У нас какая-то еще есть служебная информация, которая всех, наверное, уже бесит. Или будем переходить к... Нет, ну какая-то, ты знаешь какая, или ты еще будешь придумывать на ходу? Вроде нет. А, ну просто смотрите наши остальные видео. Тем, кому не нравится иллюстратор, смотрите WordPress. Тем, кому не нравится WordPress, смотрите иллюстратор. Одно из одного, да. Поэтому можно прям, я думаю, нырять в дизайн. Как помнишь, я тебе гифка кидал, где в грязь два чувака голых. Ныряли. Просто в лучшую какую-то и полностью погружались куда-то. Вот это наше, это наше. Так. И первая тема, которая, опять же, громче, чем все темы. У меня теперь каждая будет тема. Это просто топ-хит. Лучшая. Это на сайте Артемия Лебедева, который все так любят. То есть все дизайнеры так чтят его. Есть статья, не статья, как бы такая лэндосик, лэндушечка. Такое представление. Сайт презентации. Страница презентации. Нового дизайна российских автомобильных номеров. Погнали, хочется сказать, после этого. Да, достаточно много вводной информации. Хочется прям погнать. Тем более на экранах у нас автомобиль. Автомобиль! На экранах у нас наш типичный подписчик. Да. Я вам хочу вот продемонстрировать. Точнее, нет. Это человек, который все еще не слушает наши подкасты. А в конце я вам покажу фотографию того человека, который уже слушает наши подкасты. Ух ты, я-то вот не доскроллил до конца, поэтому круто. Можете обратить внимание, здесь уже есть номер, который предложен студией Артемия Лебедева. Да, вижу. И он гласит как RST-01-E-B-T-A. Да. ЕБТА, я бы даже сказал. Именно так. Тут еще ковер висит сушиться. Ну просто, ну, все как надо. Вообще четенько. Абсолютно. И перейдем сразу же, собственно, к тому, что нам предлагают. Дата выпуска 25-11, то есть свежак. Более-менее. И задача была у студии создать универсальный, долговечный и любимый народом формат государственных регистрационных знаков транспортных средств. Мне кажется, народом любимы только те, которые камерами не ловятся. Согласен, согласен. Кстати, камеры тоже пришлось бы переделывать, если бы вот этот новый дизайн. С какого хрени? Ну, в смысле, там же они наверняка считывают по какой-то определенной хрени. Ну, я сомневаюсь, но может быть. Все может быть. Но сколько вот нам, именно нам штрафов приходило, там же видос прям просто, что, ну, есть номер и номер. И уже на видосе смотрят номер. Мне кажется, камера считывает именно движение автомобиля и заезжание за стоп-линию. А уже каким-то номерным знаком за эту стоп-линию заехал, ее не волнует. Да, но после этого оно же обрабатывается чем-то, компьютером. А, точно, и присылает. А вдруг вручную набивают там операторы в колл-центре? Не знаю, напишите в комментариях, если вы прям стопудово в теме, если вы на картинке вот к этому посту. Да. А мы продолжаем. И, так вот, собственно, студия Артемия Лебедева и, видимо, другие люди, многие люди, считают, что номерные знаки данные, которые у нас вообще сейчас, вот мы используем вообще, они не такие уж и удобные, как казалось, хотя мы все уже привыкли, вроде бы, но это все-таки есть некоторые минусы в юзабилити, в UX и в UI. Хотя вот, вот, я, все, ничего не могу сказать. Во-первых, сразу же отказались от номера региона, который всех бесил. Вот что, когда ты едешь, это вот он из какой-то? Это кто, откуда он приехал-то? Ну, тут понятно, почему, потому что они уже заканчиваются в Москве, 777-й уже. Да, во-первых, это заменили буковками, и теперь просто МСК. Это по Германии, у них там D-Dresden, B-Berlin и так далее. Плюс, к этому ко всему добавили герб по середине, между МСК и номером, собственно, вашим. Герб такой, это, знаешь, как в Америке, там ты можешь посмотреть, какой штат у чувака. Но там не только даже по гербу, там прям даже сюжет, пейзаж. Да, там слишком круто. Там не сравнится, к сожалению. Не то, что мы мы здесь агитируем, но не сравнится. Хотя агитируем. И дальше идет номер числовой, двухзначный. И четырехзначный текст. Для наших программистов стринг идет некий. Поле типа Варчар, поле типа Интеджер и поле типа Варчар. Им, собственно, предлагают интересные номера, вот такие, как 50 Вова, Боба. Боба. Такие, как 808 Алекс, наверное, 14. 14 скорее всего, да. 13 Рома, вы все это видите с разными гербами, с разными ВГГ. У Рома ВГГ, Волгоград скорее всего. Яна 10, Улан-Удэ, видимо, УЛМЭ, я не знаю. Ульяновск. Извините. Не, я думал, ты шутил, а потом я вижу смятение в твоих глазах. Я смятен, 22 Алла. Я пытаюсь найти Челябинск, не могу. Нету здесь Челябинска, потому что. Ну, подожди, ну, может быть, будет. Давай, надейся. Ну, да, слишком долго искать, возможно, уже все повторяется, я не готов сейчас сказать. Ну, кстати, слушай, я не вдумывался в эту тему, но, возможно, здесь есть. Продолжаем, продолжаем. Нету, я все проскрою, нету. И вот, собственно, предъява к данному, к номеру, который сейчас у нас, вот, вообще есть, используется. Во-первых, вот этот регион, который бесит, он еще сверху. И надо что-то вот думать, что-то это самое. Сейчас все будет очень понятно. Ну, не будет, а как бы вот в том дизайне, который я придумала студия. Будет очень понятно все. Количество символов на знаках сопоставимо с их числом в 10750 экземпляров Войны и Мира. Здесь очень сильно кичится то, что вот тот самый номер, который будет существовать, комбинации его, они там в 8 раз, что ли, в общем, перекрывают то, что нужно, то, что уже сейчас есть. Самое главное, что при выкладке табличек в ряд, они покроют расстояние от Земли до Луны 6 раз, как кобыла, возможно. Да. Что еще сказать здесь можно? Можно сказать, что символы подобраны так специально. Будут использованы символы только. Я вам сейчас зачитаю обязательно тем, кто слушает наш подкаст, хотя нельзя разделять. Не используем H, не используем I, не используем J, не используем P, не используем Q, не используем S, U, V и W. U, V, W, да. Почему не используем? Чтобы вот этого не было, допустим, S какая, S как доллар или S как C. Как C, C. Да. Чтобы этого не было. N какая, как H или какая. Вот, этого всего ничего не будет. Все малейшие затруднения убраны нахрен. И всегда ты будешь понимать, что S как S, N как N английская и так далее. А H как H? А H как H, N. Ты почему, смотри, Z есть? Есть Z. А вот тут не должно быть обычно? Почему? Ну, обычно не должно быть, но Z есть. А, подожди, подожди, подожди. Тут же наоборот теперь. Раньше это были как раз те, которые есть типа в русском. Вот, например, H, которая как N. S-то и раньше не было, как доллар. Но была N, потому что она как N. А теперь ее убрали почему-то. И давайте уже сразу будем двигаться чуть-чуть. Как обычно, все эти таблички можно будет покрасить, предполагается покрасить в разные цвета. То есть вот про скроль. Там можно будет выбирать, например, если ты частный номер, у тебя белый бэкграунд с черным напылением. Если ты такси, то ты желтый, естественно, полиция, синий, армия, черный, дипломат, красный. Представляешь, с красным ледом? Почетно. Почетно. Я бы ради этого дипломатом стал. Согласен. И с дипломатом бы ходил. Да. И, короче, дальше вы видите нашего подписчика. Вот следующее. Наш подписчик. Здесь будет несколько наших подписчиков. Я вам просто... Вот вспомните тот чувак, который не слушает наши подкасты, как он выглядел. И вот как выглядит наш подписчик. Он ездит уже на более презентабельном автомобиле. На SPB00ХХ. Он хахашит уже над всеми. Да. А, например, далее вот тоже наш подписчик. Но это уже успешный наш подписчик. Согласен. Это подписчик светских новостей. Вот он ради них нас слушает в основном, я думаю. Я... Мы на одну фотографию с тобой смотрим. На Мерседес. Да, на Мерседес. Вот. И у него, между прочим, храм. Номер. А, кстати, да. Даже и Новгород великий, возможно. Ой, ой. Ну тут вообще полный комплект, на самом деле. Круто, круто. Дальше тоже... Почему не на Гелендвагене чувак следующий? Ну, потому что он лесник, видимо. Он лесник. Да, да. У него танк. Я вижу. Далее двигаемся. Тоже, наверное, один из наших. Потому что где еще можно послушать два часа нашей воды? Как не на вот... На фуре. Не знал, что Рено фуры делает. Я думал, только Манн и Вольво. И какая-то из наших вот подписчиц, тяночка какая-то. Ух ты. Которая, возможно, течет. Я не знаю. Это я уже про Ниссан ее. Ну ты посмотри, она в принципе в луже. Ну, кстати, да. Лейди. Скоро на всех дорогах страны. Они, видимо, надеются, что такие номера примут и будут в основном использовать. Значит, селфицы здесь. Да. Ну вот быстренько пробежались по Лебедеву, потому что на нем сидеть невозможно, как на наркотике. И идем уже к таким серьезным темам. Вы не думайте, что мы здесь будем сейчас шутки шутить. Хаханьки да хиханьки. Так. А сейчас будет про «Как же задолбали со своими оповещениями» тема. И давай. Ты просто сейчас так уверенно в эту тему вводил, что я... Хахахахахаха. Что я, если честно подумал, она твоя. Но я-то... Я к ней готовился. Просто ты реально так... Я думаю, блин, нихрена. Я, похоже, к Никитиной теме подготовился. Но нет. Это перевод. Как же вы задолбали со своими оповещениями? На хабре появилась она. Мне очень понравилась заводочка. Здесь пишется о том, что вот на телефон автора приходят около 30 оповещений в день. Это он еще хорошо отделывается. Я согласен. Потому что по 30 раз в день его телефон вибрирует и звенит, умоляя уделить ему внимание. Ну, то есть, давай сразу оговоримся. Это, скорее всего, идет речь о пуш-уведомлении. Да, да, естественно. Пуш-уведомлении. Но, опять же, а если... Это он в чатиках, ни в каких-нибудь конференциях. Именно, где там решают, кому какой подарок в офисе подарить. Потому что там-то 30 уведомлений в минуту приходят. Да. А давай носки. Да нет, давай лучше гель для бритья. Вот это вот все. Поэтому... А здесь у него именно, так скажем, мета-уведомления. Типа, ну, здесь, собственно, все красноречивое. Я даже не буду вам объяснять. Все есть в статье. Я, говорит, телефон вибрирует, когда я готовлю завтрак. Вибрирует, когда я опаздываю на встречу. Он вибрирует даже тогда, когда я пытаюсь искупать своего ребенка. По этой причине у меня стоит спокойный режим. Да, кстати, ты в высшую ситуацию довольно радикальный. Но видишь, он-то... Видимо, какие-то из них ему важны все-таки. Ты, конечно, может быть, жмешь кнопочку свою? Я жму. Периодически, чтобы знать, что там как. Но он не жмет. А, кстати, я... Уже раз уж мы свое мнение начинаем говорить. Как тебе, кстати, номера? Мы там-то не высказывали свое мнение. Честно говоря, я пока не понял, хорошо это или плохо. Но к такому нужно привыкать, я считаю. Ну, оно прикольно. Но я не ожидаю, что у нас вдруг такое примутся. Мне нравится, честно скажу. Еще мне бы нравилось, если бы это можно было самому кастомить реально. Потому что в Америке-то, опять же, можно полностью покупать себе номер хоть какой. Хоть крен на них. Чтоб Вова был реально. Да, Боба. Ну да, тут вопрос. У нас, скорее всего, не дадут, чтобы вот... Ну, то есть, кому надо-то дадут. Вот именно. Еще самое главное... Да. Еще самое главное, можно ли будет... Вот сейчас же можно в любом регионе зарегистрировать, а ездить уже в своем. Поэтому можно взять номер 777-777 региона. С какими-нибудь буквами СССР. Или ООО. Ну, этот-то, понятно, занят, но неважно. Я у нас просто в Челябинске таксист с регионом 777 ездил. Кроме шуток. Причем, двое за один день я видел. Но неважно. И если можно еще выбирать регион будет... И представляешь, там тоже же вот Алтай, да? АЛТ. АЛТ ВОВА. А, чтобы вообще все полностью. Или АЛТЧАР. Это уже все. Это уже ММОшники. Все такие номера себе возьмут АЛТЧАР. Нехвина. Ну вот да. Это мы мнение по поводу номеров высказали. А по поводу вот увеномлений. У меня не стоит режим беззвучный. Но... Хорошо. Но я убрал доступ к центру уведомлений с заблокированного экрана. Так что если меня вдруг оглушат, ничего невозможно сделать вообще. И слева тоже никак. Только снизу у меня контрол центра, в котором я могу фонарик включить. А зачем ты это сделал? А чтобы если я вдруг, допустим, на работе где-нибудь в каком-нибудь кабинете оставил свой телефон, то никому не всплывали уведомления «Я хочу тебя, я тебя люблю» и так далее. Так можно же... Из нашего чатика я имею в виду. А можно же отключить вот это превью? Чтобы было просто написано «Вам прислали сообщение из...» Вот я не знаю, где это можно отключить, в каких превью. Тоже там же где-то. Это per app надо отключать или для всего? Сейчас точно не буду врать, но по-моему это в общих настройках. В iOS. Я опять же радикально решил проблему. И поэтому у меня на заблокированном экране ничего нет. Как следствие нет ни звуков, ничего, если телефон заблокирован. Но если он разблокирован... А, ну есть звонки. Звонки есть. Есть WhatsApp, в котором у меня в основном рабочая переписка. Slack, в котором тоже рабочая переписка, которую нельзя прям миссать. А все, что там Telegram и так далее, у меня это только уже после разблокирования телефона. И у меня сверху, чтобы ты понимал, если было много уведомлений, там просто всплывает Telegram, было 52 уведомления. То есть он мне не по одному их будет в 52 показывать, а он их группирует удобно. И я точно знаю, ага, в Telegram было то-то там, то-се, и все круто. Поэтому возвращаемся к статье. Ему не нравится, например, уведомление от Facebook. Джон, а вы знаете Бена Глена? Тебе такие приходят? Нет. Почему? Не знаю, у меня может быть потому, что в Facebook приложение не такое, не мессенджер. У меня тоже не мессенджер, а обычный. Но мне постоянно такое приходит. Да, у меня что-то, видимо, все там отключено уже под коин. Вот да. И он пишет, да, я знаю Бена, отличный парень. Но если честно, мне не надо добавлять его в друзья. Мы разговаривали в офисе, это всего три или четыре раза. Я не считаю необходимым делиться с ним своей личной жизнью. Кроме того, сейчас 9.35 утра, и я опаздываю на работу. И последнее, о чем я сейчас думаю, это новые друзья на Facebook. Очистить. В общем, да. Меня именно вот фейсбучные уведомления бесит. Причем самое главное, почему-то у них какие-то баги случаются. Мне опять же сплэй. У вас 28 непрочитных уведомлений в Facebook. Я туда захожу, оно одно. Я понимаю, что это от YouWebDesign страницы уведомлений. Но в этом приложении мне не показывается, потому что там уже все бизнес. facebook.com slash YouWebDesign. Ну, короче, у Фейсбука, конечно, с уведомлениями полная беда. Но это ладно. Мы-то, понимаешь, вот я на автоматизме уже, вот любое приложение накатываю, даже Angry Birds. И мне сразу, вот эта программа запрашивает, да-да-да. Упушь уведомления. Я сразу же ему запретить. Пошли в жопу. Мне не надо писать, вы можете сейчас зайти, получить Boost Pack, Power Pack, там, бесплатный. Если будете каждый день заходить хотя бы раз в игру. Мне похрен. Это, кроме этого, тебе просто птички хотят твоего внимания, заходить. Да, и такое тоже бывает. Особенно во фри-версии Angry Birds 2, там нельзя проходить много левелов подряд. Там у твоего персонажа, у игрока есть усталость. Ну, энергия классическая. Да, энергия. И ты можешь там 6 уровней подряд пройти, а потом тебе надо ее восстановить. И потом, когда она восстановлена, тебе телефон пушит. Слушай там. А, это не в птичках, это в кадроуп втором. А он нам восстановил свою энергию, иди поиграй. Ну да. И как бы вот нет. Не сегодня. А ты как раз 9.35 утра? Да, ты опять же опаздываешь. И вообще. Так, и здесь самый важный абзац. Здесь каждый абзац самый важный. Но вот этот очередной самый важный. Мы нечто важнее, чем метрики. Оповещения не всегда были спамом. Я помню времена, когда оповещения приходили вовремя, были уместными и полезными. Приложение погоды сообщало мне о надвигающемся дожде. Мое спортивное приложение сообщало о начале игры гигантов. New York Giants. В смысле. Нихрена. Я действительно хотел знать об этом, мне очень нравились подобные оповещения. Но со временем правила игры изменились. Компании помещались на Daily Active Users, Adoption Rate и User Retention. Это ты должен мне объяснить. Что такое User Retention? Ну это типа как они возвращаются. То есть, чтобы тебя каждый день возвращать, у тебя есть Retention первого дня. Грубо говоря. И они тебе, короче... Вот ты сегодня зашел, и они тебе завтра что-нибудь подкормят, чтобы у тебя Retention завтра был. Чтобы ты завтра зашел. А Adoption Rate? Ну Adoption это установление. Ну мне кажется, это сколько процент юзеров, которые в первый день не удалили приложение, а все-таки остались на нем играть. Что-то такое. Так вот, нам нужно напомнить компаниям, что мы не просто цифры. Мы настоящие люди с загруженными жизнями. У нас нет необходимости использовать приложение каждый день, чтобы получать от него удовольствие. Так что не нужно заманивать нас с оповещениями спамом. Отлично. Здесь он говорит просто, ну на самом деле, дело не только в Facebook, дело в Google, Amazon, Twitter, Yelp и множество других любимых нами компаний, приложений. Компании-то не любимые, только приложения не любимые. Ну, согласен я с тем, что они зачастили с оповещениями. Особенно вот все эти оповещения подобные вещи, например, в Twitter, пока вас не было. И ладно, пока вас не было, допустим, там хайлайты тех чуваков, которых я часто лайкаю, мне показывают, что они писали. Я с большой уверенностью, скорее всего, опять залайкаю. То есть меня опять же там, как там, retention, retention, like-ension. Так вот. А там еще бывает, другим нравится. И там те, кого я лайкаю, чего они лайкают. И вот эти блоки, они иногда больше, чем feed уже занимают у меня место. Я вроде зашел в Twitter посмотреть, вот что сейчас происходит. Есть ли там какие-нибудь молнии, там Путин подписал указ о том, что Путин, Путин, Путин. Закрыли Yelp Design. Так вот. А там нет, там пока вас не было. И там какие-нибудь просто именно максимально унылые твиты, которые много ретвитов. Как же там плохо, там осень, говно. И все. И у меня вот пока вас не было, как же так плохо пять раз осень, говно. Это Путин сказал. Как же там плохо, Путин, говно. Это да ладно, это бы я опять же залайкал и был доволен. А вот тут нет. Поэтому. А у меня же загруженная жизнь, как у Джона. Ну да. И у меня есть пять минуток 9 сентября на Twitter. Я только тогда могу зайти правее, и я получаю осень, говно. Потому что 9 сентября. Хорошо, хоть не третий. Я бы Шуфутинского получил в тот момент просто и все. Так вот. И он пишет, что оповещение это прерывание. Акта. Полового. Да. Возможно, для внутреннего пользования оповещение стоит переименовать в отвлечение. Может быть, при таком подходе мы будем более аккуратны, выбирая о чем оповещать своих пользователей. То есть, прям себе сказать, что мы не нотификации сейчас накатим пользователя, а говно мы ему просто накатим. Стали бы вы отвлекать меня от моих дел, чтобы сообщить, что скоро пойдет дождь? Да, без проблем. А стали бы вы отвлекать меня, чтобы рассказать, кто-то поделился статьей на LinkedIn? Скорее всего, нет. Тем не менее, мне ежедневно приходят подобные сообщения. Здесь сообщение от LinkedIn. От Сусу Лааксонен. Видимо, финны какие-то. Она поделилась. Когда хорошие девочки решают, что с ней хватит, они учатся, надирают задницы и выигрывают. Я считаю Сусу великолепным человеком. Но почему LinkedIn считает, что я хочу это читать? Я был на встрече, когда мне это пришло. LinkedIn серьезно ждет, что я брошу все дела, чтобы прочитать эту статью? Чтобы Сусу. Понимаешь, ладно бы, когда ты заходил в LinkedIn, был блог. Че там Сусу залайкило. Но когда тебе это реально просто пушит, не с хрена. Вот это уже дичь. Это прям вот вообще уже не очень. Но с другой стороны, смотри. Так. Допустим, я девочка. Ты свое мнение сейчас будешь рассказывать. В смысле, мы уже вкрапляем ее. И на диване лежу такая, и мне делать нехрен решительно. И тут у меня Сусу шарит. Я такой, о, зайду-ка я побалдею. Согласен, об этом будет сейчас чуть-чуть дальше. Ну, давай. Пункт, почему бы их просто не отключить? И здесь смешно. Вам, возможно, интересно, почему я просто не отключу мои оповещения. И вот почему. Первое. Легкого способа отписаться просто не существует. Отписаться от email рассылок довольно просто. Нужно всего лишь найти нужную кнопку где-то в конце письма. Кстати, говорят, возможность отписаться закон. В смысле, уголовно практически наказуемо. К сожалению, отказ от оповещения из приложения не регулируется никак. Так, отказаться от оповещения куда сложнее, чем отписаться от рассылки. Просто я смоделировал себе, что это уголовный закон. Представляешь, чуваков посадят. А тебя за чё посадили? За то, что, короче, от email рассылки нельзя было отписаться. Да, от моей. А про чё у тебя произносило? О, всё, поворачивайся, да? Ну, так вот. Второе. Тяжело найти нужные настройки. Я не знаю насчёт iPhone. Внимание. Но найти настройки оповещения на моём Android зачастую просто невозможно. А чё это? Ой. Ой-ой-ой-ой. Так-то в айфонах я знаю насчёт iPhone, уважаемые наши подписчики. Настройки, уведомления, всё. Там сразу любой апп, прям большой красочной иконкой. И все варианты. Я прям в прямом эфире сейчас открываю свой телефон. Наклейки, да, именно наклейки. Я дубль гис у меня, допустим. У меня выключены от него все уведомления. Я даже не представляю, что он мне может сказать. Что карты на Челябинском обновились. Но я в него и так захожу три раза в день. Я как бы узнаю об этом. Тут другой вопрос наш. Короче, я опять же про дубль гис. Они никогда не пушат, но они делают иногда одно уведомление, что карты старые, да. Ну вот, но я это и так узнаю. Это наклейки. Не узнаешь. Если ты будешь в поле уже где-нибудь ехать. В самом приложении сверху нотис появляется. Прям в самом приложении. Не, я имею ввиду, если бы ты, да, в Прилл не заходил, потом уехал куда-нибудь в горы. И такой, ой, ой, а что это у вас старая карта, что ли? Ну, слушай, если бы я в горы уезжал, я бы все-таки, так сказать, ответственно к этому делу подходил. Ну да. Ну так вот. В центре уведомлений можно сделать, показывать, не показывать. Звуки. Наклейка на значке. Это то, что этот. Раньше это как-то круто называлось. Аттенечка вот эта та самая. Ну я понял. Когда только еще в CD это все было, и оно не везде еще, не было еще наклейки. Ну, стикер, наверное. Ну, возможно, стикер. Но как-то круто называлось. Прям именно... Ну не помню, черт. Меня ностальгическое. Я вот, я ощущение, чувство, я помню, как мы в Маке в 2011 сидели, когда я вот это в CD устанавливал. Но не могу вспомнить, неважно. И на заблокированной экране. То, о чем я говорил, чтобы не показывалось на нем. Кстати, нету того, что ты говоришь, вам прислали уведомления. Возможно, это только в некоторых приложениях можно внутри приложения такое настроить. Наверное. Я сейчас не готов. А и фоноводы, уважаемые, напишите нам в комментариях, если вдруг я тупой. Если вдруг вы есть. Вдруг только на 7 плюски это возможно. И ты, Никита, это как никто другой знаешь. Так вот. Например, сколько пользователей Android знает, как настроить оповещение в приложении Facebook? Если я не ошибаюсь, в Facebook эти уведомления надо на десктопе настраивать. Ну там где-то есть на телефоне, но там реально досвидос. Искать эти настройки труднее, чем спрятанные монетки в Марио. Через какое-то время я все-таки нашел нужные настройки, но отключить оповещение, знаете ли вы этого человека, я так и не смог. Никита, ты счастливчик, что тебе не приходит. Вообще, я что-то... Ты прям миллионер из трущоб. Третье. Я не должен их отключать. Вот, самый главный пункт. Даже если бы отключение было бы интуитивным, я не должен ничего отключать. Бесполезные оповещения должны быть отключены по умолчанию. Пускай пользователи включают их самостоятельно, если они им необходимы. Это про тёлку, которая на диване сидит, и ей нечего делать. Пусть зайдёт, включит. А практически пункт так и называется. Мне нечего делать. Я тупая баба, мне нехрен делать. Я хочу получать всю хрень. Да, да. Слушай, наверное, когда я в Facebook устанавливал прил, я просто... Он сказал, можно я что-нибудь буду? Я сказал, вообще ничего нельзя, видимо. Это первый вариант. А второй, может быть, ты один раз скрыл, и там будет больше не показывать подобное уведомление. Потому что лично я-то просто терплю. Я ещё ни разу не пробовал их отвлечить, понимаешь? Как бы, видимо, меня не настолько... Значит, так кушать хочешь, как родители мне говорили. Вот, да. Когда не хочешь есть кашу какую-нибудь, значит, так кушать хочешь. Всё. Вот это тут. Когда вообще нужны оповещения? Нас нравственные пытаются сторону Джон затронуть. Так. Учитывая всё вышесказанное, я определённо вижу ценность некоторых оповещений. При правильном исполнении оповещения могут быть невероятно полезными и очаровательными. То есть, как раньше. Опять же, Member Berries про оповещения. А помнишь, были крутые оповещения? Member, Member, Member. При работе над новыми оповещениями есть три критерия для оценки полезности. Первое. Своевременно ли это? Как это определять, понятия не имею. Но, видимо, если просто слишком рано или слишком поздно, то уже не надо. То есть, в 6 утра ничего не отправлять. И в 10 вечера уже ничего не отправлять. Ну, логично, да. И даже это, пусть это, хрен с ним, можно регулировать. Как вот, у меня же без... Тоже ведь режим не беспокоить стоит с 10 до 8 утра. В 10 вечер. С 10 утра до 8 утра. Просто я только с 8 до 10 слышу что-нибудь, да. Вот. И пусть так же вот будет вот этот вот... Ну, собственно, это он и есть. Короче, это можно отключать. Если это не своевременно, можно вот сделать режим не беспокоить и всё. Уместно ли это? Отправляйте оповещение только тогда, когда вы полностью уверены в том, что они подойдут вашим пользователям. Тут уже надо какую-то нейронную сеть написать. Но вообще, есть мнение, что просто по поведению ловить. Если 10 раз он в 8 утра отклонил, то, наверное, можно уже в 10 не писать. Я думаю, что в 8 утра просто не надо пуши рассылать. Ну, да, да. Хотя тут ещё написано, что нужно искать другие способы донести информацию. В самом продукте, как про дубль ГИС, или через имейл. Потому что там раз отписаться, это закон. Ну, да. И третье, полезно ли это? Но вот тут тонкая грань. Старайтесь отправлять оповещения, которые могут действительно помочь пользователю. Хороший способ проверить их полезность, спросить себя. Сказали бы вы спасибо за такое оповещение. Ну, кстати, да. Ну, слушай, понимаешь, люди, которые бездушным маркетингом занимаются, они уже, возможно, из... Им плохо, им user retention. У них у самих уже какая-нибудь Motorola C100 или T190. Чёрно-белая, на которой можно только змейку запустить. И они уже их морально-этические нормы не волнуют вообще. Они только бабки зарабатывают. Ну, знаешь, что я хочу сказать к этому ко всему? Мы же немножко про веб тут. Да. Особенно про суровый. Так. И сейчас становится, вот, наверное, уже стало модным, популярным делать на своём популярном сайте такую хрень, чтобы тебе в браузере пушило. Согласен, да. И очень часто меня спрашивают, хотите заблокировать это или не заблокировать? Нет, сначала уже разрешить спрашивать. Да, и ты такой дыгришь разрешить. Ты понимаешь, что потом это ещё нужно найти на сайте где-то. Ну, это в настройках браузера делается. Сто пудово. Эджит делается в настройках браузера. Ну, просто можно и на сайте, как бы, найти, где отключается. Отписаться от нашего хрени. Да, да. То есть, если ты, короче, включишь, то ты подписался, но потом на сайте, допустим, не нашёл, потерялся, оно тебе постоянно вылезает. Надо, видимо, идти в настройки браузера. Нет, я только в настройках браузера пробовал отключать. Вот у нас на работе у всех большая корпоративная почта включена. Чтобы Яндекс.Браузер всем письма прислал, потому что там реально вдруг что-нибудь просрёшь, что надо там отдать кому-нибудь главному. И всё. Будет провал. Поэтому... Ну, у меня вот на работе наш Телеграм стоит на десктопных уведомлениях. Почему бы и нет? Кстати, в Эджис какой-то версии они поддерживаются. Раньше не поддерживались. Но здесь надо сказать, что здесь-то всё нормально. Потому что эти пуши, которые браузерные... Тут их нельзя сразу разрешить. Их всегда спрашивают, можно или нельзя. Да, и они пушат тебе когда-то новая статья, новый пост. То есть, это не так страшно, в принципе. Ну, страшно, если это какой-нибудь Apple Insider. Там однобоко говно каждый раз там. А там какой-нибудь там козёл заявил, что там iPhone говно. Ну, и здесь ты просто сидишь уже за компьютером, скорее всего. У тебя браузер открыт. Ты в более спокойной обстановке. Нежели ты на телефоне, там что-то это. Да, да. То есть, если ты уже сидишь за компьютером в браузере, ты ребёнка уже вряд ли купаешь. Потому что это нездорово. Или кормишь грудью. Да. Как наши подписчики. Ладно, идём дальше. Следующая тема у нас TechCrunch. И ты мне очень сильно пиарил эту тему. Поэтому, господа, те, кто вдруг по какой-то причине не дослушал до этого момента, давайте, господа. Вот сейчас прям вырубайте локаторы, потому что Саня говорил, что это прям топ. Топчик. Потом я уже понял, что не такой топ. Но здесь есть несколько вот вначале, что хочу сказать, а дальше просто пол статьи дропну, потому что там уже бред пошёл. Я расскажу о чём там, но не буду углубляться. Мы с тобой сейчас как на базаре должны были. К нам подходят покупатели? Мы такие, вот, блин, классная тема. Слушай, попробуй вот эту хорошую тему. Мамой клянусь, хорошая тема. Ну давай. Давай. Так вот. Бенджамин Брэндл нам пишет. Бенджамин Баттон. Так. Вот, да. И он пишет. Я, говорит, в принципе, пишу, немного взгрустнув. Я, говорит, вот зашёл в мои любимые JRPG RPG, ну или просто RPG на Super Nintendo Entertainment System. А была такая консоль. У нас даже у одного одногруппника она с тобой была. Причём по этому. У Борьки. По бреду в общежитии, там до свидоса ему батя из Германии привёз. Там история прям достойна фильма целого, драмы. Согласен. И он её продать не хотел. Обычно такие консоли всё-таки коллекционируют чуваки, которые ретро-играми занимаются. Да, да, да. Но вот тут это не тот кейт был. Не тот случай, да. И там, ну там прикольные игры. Они чуть-чуть... Она уже 16-битная, не 8-битная. Поэтому, ну, как бы как Sega уже. То есть более high-level. Ну, давай. Так вот. И он заметил, что после того, как он вернулся к этим играм, что он уже испорчен современным UX-дизайном. И он уже блевал от тех игр, что ли? Дескать, уже нихрена непонятно. Но это ещё и просто японская хрень. Но тут он не только японский. Где вот ты японский-то видишь? А, Japanese, заголовки. Не сразу к японским он перешёл. Там он будет много где про финал, как говорит. Ну, Nintendo-то... Слушай, я вот так никогда ведь и не понял, что Nintendo-то это ж япошки сраные. Просто видишь, чтобы ты понимал. Ниндзи. Да. Оригинальный NES в Японии назывался Famicom. А NES он назывался только в Америке. А-а-а. И ты с этой точки зрения. Я думаю, я как бы для меня вот с NES, я не знаю, правда, он в Японии назывался ли он какой-нибудь Super Famicom, или уже просто везде с NES был и всё. Но там просто же на NES и на Famicom даже игры разные были популярны. Вот в Японии Ninja Gaiden был суперпопулярен, потому что ниндзи япошки. А в Америке были там, я не знаю, чё. Не готовишься сказать. Ну, наверное, Batman первый. Да. Spider-Man, Robocop, вот такое. Ну, кроме шуток. Да. Ты же говорил ещё сейчас, опять же, мы, как всегда, наших слушателей передёргиваем, как затвор. А-а-а. Ты же говорил, что ещё цвета разные на каких-то консолях. Или нет? Я говорю про звуковой чип. А, в Famicom и на NES разные звуковые чипы. Вот-вот, да. Поэтому Castlevania PAL региона и NTSC региона запущенная на разных приставках, чуть по-разному звучит, например. Есть чуваки, которые именно настолько коллекционеры, что у них есть и Famicom, и NES, и две пары картриджей для каждой из них. И вот они встают во вторник утром, потягиваются, идут моются. Блин, я вот сегодня хочу именно на Famicom, именно в японскую версию, потому что там вот биток более забористый. Причём там даже не в бите дело, там именно вот нотки. И даже хрен, ноты-то те же самые. Там просто именно... Звук по-другому передаётся. Именно саунд другой. Прям именно не... Это я опять же ноту... Ну ты, короче, это прям... Это слышать надо, это круто. Я не уверен, что у нас есть из подписчиков кто-нибудь вот такой бородатый, который ретро-геймер. Который коллекционирует, или который хотя бы в теме этого? Напишите, если вы были в теме про вот всю эту разницу звуковых чипов. Про цвета не знаю, может быть. Но стоп. Если просто вспомнить PAL и NTSC регионы, там цвет по-разному на телеках передаётся. Так что, видимо, и цвета чуть-чуть другие. Вот, да. Стопудово. Там даже герцовка разная. Ладно, идём дальше. Так вот, я, говорит, раньше, когда думал про консольное RPG... RPG? Я думал, что, блин, там всё так круто. Кроме того, что... Ну, короче, как ты заходишь в экран выбора персонажей и не понимаешь, что там происходит. Опять же, вспоминая о Castlevania 2 Simon's Quest. Помнишь, я его, не верю, когда прошёл на парах. Там есть экран, когда ты заходишь, типа, инвентарь и так далее. И там, хрен пойми, чё, там сердечки, это деньги по бреду. О, нормально. То есть, опять же, к слову, UX. А просто жизни, это просто полосочки. Это монетки должны быть. Да, вот, да, повредно, нет. Слушай, я вот не хочу соврать, по-моему, это именно та игра. Может быть, сейчас... Ну, ладно, хрен с ним. Ну, то есть, мы понимаем... Для нашей истории достаточно того, что там иногда бывает прям... Обосраться как UX. Обосраться как UX, да. И он пишет в кавычках спасибо, good UX. Да. Ладно, здесь... Хотя, говорит, раньше мы сидели прям ня-ня-ня. Я, говорит, у бати в машине сидел на Nokia, играл, видимо, на Nokia NGQD. Да, 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 да. И, говорит, не хотел, чтобы змея съела мой собственный хвост. Я даже и не думал о том, что надо там суперкруто, чтоб было и так далее. И мне, говорит, иногда я воспоминаниями предаюсь и, в принципе, прикольно. Но если именно посмотреть с точки зрения UX, то это полный досвидос. Вот, например, говорит, заходим в финалку третью. И там часть туториала, это просто сферы сверкающие. И ты на них находишь, и тебе внезапно на полэкран начинает учить. Кстати, вот сейвпоинты, это то-то, то-то. Сразу вспоминается, вот именно тут я ликовал, вспоминаются наши с тобой стримы. А у нас по пятницам стримы, уважаемые подписчики, если вы не знали, на канале УВД Геймс. И GTA 3. И там именно инфоблоки, они с помощью буквы I. И это с первой GTA еще идет, как мы с тобой поняли. Там были квадратные, в GTA 3 круглые. Кстати, я не помню, в пятой GTA это было или нет. Или там все на телефон уже приходит. Там как-то да, да. Там уже интегрировано. Не помню, в четвертой, что как. Тоже не помню. Но вот в третьей были прям инфо эти блоки. Ты на них находишь, и хоп, тебе рассказывают. А это, кстати, перекраска. А в ней можно за тысячу баксов первый раз бесплатно. Просто в Сан-Андересе тебе тоже рассказывают. Тоже, тоже, да. Там я не помню, были ли инфоблоки прям. В I.City точно были, точно такие же. И там именно еще первый раз они есть около этих, около больниц. А потом их уже нельзя взять. Да, да, ну в Сан-Андересе так же. По-моему, да, не помню. Ну и вот здесь типа непонятно, а что просто за сверкающая сфера? Какого хрена? А вдруг это ты патроны какие-нибудь возьмешь там к магии? Или тебя убьет. А вдруг, да, вдруг тебя убьет. Ну вот надо, просто что-то блестит, надо на это наступить и понять. Это вроде как не очень круто. И, говорит, в принципе, такое даже в Slack'е использовалось моментом. Да, в том самом мессенджере. Да, в том самом мессенджере. В котором, вот, говорит, были просто сферы вот такие пульсирующие. И надо вроде просто что-то нажать и почитать, что там будет. А вообще, говорит, сейчас в Slack'е этого уже нет. Поэтому вот вам гифка. И гифка в Process Street. Это, видимо, какой-то веб-сервис. По цветам на Trello похожи. Так и на Bitbucket тоже похожи по цветам. Видимо, на любое говно, которое сверстано с помощью какого-нибудь там бутстрапа. Да, 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 типа того. Короче, вот, говорит, просто на него жмешь и да. Непонятно, почему именно пульсирующие штуки. Ну да, прикольно, что надо на нее нажать. Но, говорит, непонятно, а почему именно я на нее жму, и у меня в весь экран всякая жесть там всплывает. Почему там нету маленького тул-типа. Мы неделю назад с тобой про тул-типа разговаривали о том, что они должны быть прям информативны. Типа, информация здесь или там, как добавлять пользователя. И тогда ты уже понимаешь, что на это надо нажать. А когда просто что-то пульсирует, хочется сразу по глупым пользователям все закрыть, выдернуть компьютер из розетки и все. Вот, дальше идет. Микровзаимодействия должны нам показывать о том, что мы прям это, заботимся о пользователе в дизайне. Ну, классический пример, я уже вижу твиттерами. Да, классический пример с Ника Бабича, с его статьи про микровзаимодействие. И здесь сразу еще пример из финалки, я так понимаю. А нет, в Хроно. Да, в Хроно. Там можно просто подойти и шторы раззанавесить. Абсолютно никакого геймплейного элемента в этом нет. Блин, а как вообще понять, что они активны? Никак. Просто если ты вдруг в них упрешься, видимо, еще раз нажмешь вверх. И, видишь, оно же не нужно для игры. То есть, у тебя и нет нужды понимать. Ну да. Это как в Хардстоуне. Ты можешь кликнуть на столе на каждый предметик, и он там тебе подернется или что-нибудь там скажет привет. Тебе же вроде ничего это. Но вот эти микровзаимодействия, они заставляют тебя думать, что разработчикам не насрать. Понимаешь? В Хардстоуне, там, короче, вот все эти элементы, они чтобы ты по нервничам тыкал быстро. То есть, пока ты ждешь, пока твой противник ходит, ты по нервничам все это тыкаешь. А вдруг ты по ня-ня-ня? Блин, прикольно, здесь фонарик. Ну, сначала по ня-ня-ня, а потом я по нервничам тыкал. В смысле, именно сам нервничал или нервировал противника? Нет, противник этого не видит. А, это только ты видишь. Да, и поэтому ты сидишь, тебе делать не ахрен, ты уже горишь сидишь и жмешь. Ну, слушай, а что ты горишь-то? Ну, в смысле, потому что противник? Ну, понят, ого, ну тогда да. Не, потому что, ну, тебя там выигрывают, грубо говоря. Ну, нет, да я шучу, я кокетничаю, во-первых, или как-то ерничаю. Ну, ну и чё? Ну, в общем, суть в том, что без них было бы хуже. Согласен. Это плюс. Согласен. Этих вот, вот этой вот консольной игры. Здесь, кстати говоря, вот этой вот консольной игры, это плюс огромный в том, что, когда ты не знаешь, что с этим можно взаимодействовать, и оно вдруг взаимодействуется, ты веришь в это. Да, у тебя прям шишка привстает. Да, ты веришь, что это в реальности. То есть в реальности тебе ничего не подсвечивается. Кстати, да, в натуре. В реальности-то нету пульсирующих штучек, точечек. Ну, да. Да. Меню, говорит, улучшились с тех пор, и это прикольно. Здесь меню классические, когда стрелочкой выбирать. И когда стрелочка еще иногда висит просто в воздухе. То есть ты даже не понимаешь. И ладно бы просто стрелочка. Вот скорость сообщений. Быстрая, нормальная, медленная. Чё говорит, значит, быстрая, нормальная и медленная. Ну, типа, он, видимо, хочет, чтобы в миллисекундах там всё это отображалось. Но видишь, что это смешно. На гифке он когда внизу YK, XK, LK, RK выбирает. Он просто по пустоте выбирает. И это как бы надо стрелочку в другую сторону. А оказывается, это ты назначаешь, так скажем. Хрен ты это вообще поймешь. Ну, да. То есть там бы хотя бы точечки сделали, многоточие. Что, типа, там бы должно что-то быть. А так ты жмешь и боишься, опять же, по тупым пользователям нажать и сломать. Ну, это охренеть, конечно. Такой UX уже вообще никто не делает. Но, как это ни странно, я вот когда таким пользуюсь, у меня какой-то, видимо, архаичный отдел мозга включается. И я прям всё равно это всё понимаю. Наверняка, если ты раньше играл, то у тебя всё-таки какие-то задатки ещё остались. Но если ты раньше не играл, ты вообще бедный там охуёшься. Ну, я согласен. Если я бабушке своей задам, она всё равно них я не поймёт. Вот, да. Ну, вот. И дальше, даже, говорит, в принципе, в Super Mario Legend уже покруче. Там хотя бы ручка и уже хотя бы реально показывает. И по центру ещё всплывуха. Это меню. Используйте, чтобы надевать предметы. Выберите айтем, потом нажмите А. То есть тут хотя бы tooltip, так скажем. Conversational UI. Практически тебе в диалогах это говорят. Уже тогда он был. И здесь он ещё автор. Не помню кто. Брэндон, по-моему, да? Он транспонирует всё на SaaS. Software as a Service. То, что в наших супер прогрессив приложениях, веб. Здесь не прогрессив, просто в веб-привожениях. Тоже всё это мы наработки эти использовали. И делали всплывающие подсказки, чтобы не просто ручка он показывал куда-то. А как-то более или менее понятно всё было. Ему нравятся предустановленные штуки. То есть вот, например, если я в Medium зашёл, уже с Twitter, а не с нулём. Так. То у меня уже сразу заполнилось имя, фамилия и так далее. Хотя вот лично меня это бесит. Я вот терпеть не могу логинки с социальных сетей. Потому что, а вдруг там что-нибудь не так словится? Я буду какой-нибудь неполноценный пользователь? Я всегда явную регистрацию использую. Я вот эту скрытую регистрацию... По почте, то есть? Да, я всегда по почте использую. Может быть, я здесь консерватор или что-то ещё, выскажу своё мнение. Но вот... А вот его это наоборот нравится. Не, я не столько паюсь, что меня считают неправильно. Сколько меня бесит, что кто-то доступается до моих социальных сетей. Ну, я просто помню, был такой сервис Surfing Bird. И там ты под ВК заходил. Да, но вот я сейчас как-то стараюсь всё равно не заходить. Думаю, нахрен надо. Видимо, был какой-то негативный опыт. На ВК прям на стену чуть-нибудь бывали. Не, я просто... Я зашёл на секс-знакомство. Не, во-первых, секс-знакомство. Во-вторых, короче... Нет, суть в том, что я это потом где-то увидел. То есть, я понял у себя где-то в аккаунте или где-то. Я понял, что это потом отображается как приложение и получило доступ до вашего ВК. И мне как-то это всё... Не знаю. Во-во. Впаливо какое-то. Согласен. Секс-знакомство. Но здесь он пишет о том, что... Был такой триггер, что ты вот... Игра называется Крона. И ты можешь как бы себе имя выбрать. Саня написать. А можешь оставить Крона. И там уже Крона предустановлена. И большинство казуальных игроков так и оставят. Ну да, типа по сюжету. В каком-то, то ли в Dragon Age, то ли где, можно имя сменить. Фамилия всегда будет сюжетная. А имя можно сменить. Фамилия Хоук. Вторая, вторая Dragon Age. А имя можно любое поставить. Но я всегда оставлял стандартное имя. И стандартного чувака не менял. Чтобы у меня такой же был персонаж, как на постерах игровых. Но опять же... Но вообще-то можно полностью всё сменить. Прям вот вообще. Я недавно освежал начало Mass Effect первого. И там тоже Shepard и стандартный Shepard. Да, да. Но можно всё изменить. Хотя стоп, по-моему, фамилию нельзя изменить. Вот фамилию нельзя. А имя можно? Можно Никита Шепард, чтобы был. По биоуарычам, да, как обычно. Можно ещё потом жахаться с мужиками со всеми. Хоть Никита Шепард, хоть Люси Шепард. Всё можно. Да, и здесь, видишь... А, ну тут дальше он на скринах как раз показывает, что стрелочка в пустоту показывает. Это я уже сказал. Ну и стори-теллинг. Он пишет о том, что стори-теллинг нужен, чтобы подцепить юзера на крючок и ему интерес как-то дать. Угу. И вот здесь именно история. Это, я не знаю, из какой это игры он здесь не пишет. Здесь 5-10 минут и там на фоне картинок текст появляется. А потом хоп и инпут. Ну это уже ближе к конверсейшнл-еи, что здравствуйте, вы зашли в слаг и так далее. А, кстати, как вас зовут? И хоп у тебя болит, а меня зовут там дети. Но в игре это более органично, чем на сайте. Ну да, согласен. В игре ты как бы... Хотя вот я вспоминаю 4-й фуллаут. Ты, кстати, это, потерял сознание. Тебя, по-моему, зовут так. Правда ли это? Да-да-да. И тебе надо ввести. По-моему, у тебя были вот такие навыки. Правда ли это? Вот да. Да, и там были как бы предустановленные, уже предраскиданные за тебя. Ну вот... Там еще чувак такой в шляпе, который в пальте. Да, но это смешно, смешно. Кстати, по-моему, это все-таки... Это в Нью-Вегасе. Там же тебе прострелили башку, и там как раз вот это было. Там тебе это доктор говорит. Я, кстати, тебя нашел там говно. А в 4-й там чувак в шляпе, в пальте, он тебе домой стучится. А, в натуре. Пройдите перепись населения. Там более органично уже. В Нью-Вегасе прямо в натуре. Я тебя нашел, кстати, тебя, кажется, зовут так-то. Да, да, да. И, кстати, у Bethesda это же с Мороэнда все прям пошло. Ну, они любители, да, этого дерьма. Там ты, кстати, безымянный призонер. Этот, как тебя... Узник. Именно слово узник хотел вспомнить. Вот это вот эпическое. Незаключенный. Да, кстати, как тебя зовут? Вот, ну и... Это какой-то один хрен там придумал, вот этот UX. Я не серьезный. Возможно, Тодд Говард или как он. Сам, да, сам Тодд Говард. Ну, короче, и он здесь пишет. А вообще-то вот давайте подведем черту. А вот в 90-е игры, что, в натуре не заботились о UX совсем? Он говорит, ну, вообще заботились, просто времена были другие. Ну, провазили не... Не такой это был, да, приоритет. И как бы тогда это все понимали. Это сейчас вы разбалованный черти, нихрена не понимаете. А тогда все было нормально. Все, погнали. Да, у нас сегодня хардкорный, я чувствую, подкаст. Я чувствую, что многие люди будут переваривать его вообще. Да. Как гвозди желудком. Согласен. Но у нас, кроме того, что хардкорный подкаст, мы сейчас вынырнем и глотнем воздуха свежего. Да. У нас же разработка начинается. Мы вынырнем к тому, к чему вы все любите. К тому, что Smart Tape. И youwebdesign.ru вам поможет в этом. Поможет в том, чтобы освоить вот это вот первые шаги маленькие, небольшие такие, как у ребеночка, сделать в освоении хостинга очень доступного, очень удобного и с хорошей поддержкой, самое главное. С отличной поддержкой, которая с удовольствием вам все сайты перенесет. Не забудет об этом. Которая прям поднимет из 502 ошибки сервер, укроет его и напоит какао. А еще поможет вам познать ВПС. Наконец-то смочь. Вот на кончиках пальцев почувствовать CentOS или Fedora. И SSD-ху. ВПС с SSD. Да, ВПС с SSD прям вообще. Быстрее вас думать будет хостинг. Вы еще не придумали, а он же вам все сделал. В общем, youwebdesign.ru slash smart tape. Да, спасибо вам за то, что пользуетесь нашей реферальной ссылкой. Нам от этого прям хорошо каждый раз. И давай в разработку. У нас сегодня две темы, но вы, господа, берегитесь. Там интересные. Я согласен. Количество здесь в данном случае не показатель качества. Темы-то две, а 12 из 10. Конечно, давай. Первое. Консоль разработчика Google Chrome 10 неочевидных полезностей. Перевод, как вводится. И здесь нам спрашивают авторы. А как бы с помощью консоли разработчика превратить Google Chrome в подобие текстового редактора? Нахрена только. Ну, не отходя от кассы, дебажить. И не просто там смотреть логи, которые ты до этого в консоли логнул. А именно прям шерудить в консоли. Так там же и так можно шерудить немножко? Можно, можно. Так никто же не говорит, что ты эти неочевидные полезности не будешь знать. Я вот некоторые знал. Некоторые, кстати, не знал. Ну, давай. Давайте, говорит, сразу отключим нахрен jQuery из JavaScript консоли. Потому что если она не определена, то долларик будет совсем другое означать. Если, говорит, нет у вас jQuery, то доллар класс это псевдоним document query selector. И он сделает примерно то же самое, что в jQuery, только в jQuery всегда возвращается массив элементов. А тут нет, тут один будет элемент. Ты просто знаешь что? Ты сейчас сильно запрыгнул вдруг. Я на сухую сейчас всунул. Ты сейчас настолько на сухую всунул. Вот сейчас некоторые люди, просто кто-то нас слушает и, возможно, он слушает нас впервые. И вообще первый раз в времени понимает, что происходит. Я просто скажу, что в браузерах есть инструменты разработчика. Так. В которых есть много полезных вкладок. Охренеть каких. И о них многие не знают. Например, такие как консоль. Например, такие как Network. Которая там Data или как она называется, я не знаю. У тебя есть такая? Охрененная тема, вот. Вот такие вот полезные вкладочки, которые можно поизучать и в консоли. В консоли. Можно писать в JavaScript. Да там да, до хрена чё можно. И до хрена чё можно видеть, да. Ну-ка, я вот сейчас попробую в Safari. У них вот на хабре есть jQuery или нет? Они же все любят там писать, что jQuery не нужно. О-о-о-о, у них подключится jQuery. Я не могу сейчас попробовать прям вот удержаться. Ну ладно, неважно. В общем, если она у вас не подключена, то доллар означает совсем другое. Угу. Доллар означает бабло. Да, не совсем, но другое. S-tagname. Кстати, если в документе доступна jQuery, её доллар... А, ну да, всё правильно. Будет использоваться как jQuery-ный доллар. Тот самый. Да, кстати, очень прикольно, что в WordPress, например, по умолчанию, jQuery, если подключать из коробки, она только jQuery понимает. Доллар она не понимает. Угу. Видимо, чуваки-то консолью хромовской пользуются. Ну да, я помню про вот этот jQuery писать. Да, да. Ну или там обернуть замыканием, запустить её же. О, да, да. И доллар туда передать, чтобы внутри можно было уже использовать. Но неважно. В общем, доллар ID, если jQuery не подключишь, возвращает первый элемент. Есть два доллара. Будет возвращать весь массив, уже как в jQuery непосредственно. Только не jQuery массив, а именно типа HTML entity или как-то так. Короче, именно к ним можно будет обращаться, брать атрибуты. Там чуть-чуть по-разному с jQuery, поэтому тут прям круто. И если, поскольку это массив, можно обратиться по индексу. 0, 1 и так далее. А у нас в программировании, раз уж вдруг кто-то нас не знает, в программировании с нуля индексирование в массивах начинается. Ну, по крайней мере, в языке JavaScript. Сейчас ты азы вообще дал, конечно. Превращаем браузер, да, в текстовый редактор. Обратив внимание, можно вписать document body content editable true. Помнишь, мы опять же в 2011 еще на курсовой баловали со свойством content editable? Да. Уже тогда это было, что можно прям все редактировать на лету. Не знаю, за хрена это вот в данном случае. Но мы же превращаем браузер в текстовое, в подобие текстового редактора. Так что да. Поиск обработчиков событий, привязанных к элементу. Это прикольно. Get event listeners. И в него можно передавать как раз или элемент. Наверное, массив-то нельзя передать. Да, массив нельзя. Элемент от доллара. И посмотреть все события, которые слушаются. Прямо в консоли здесь на скрине видно список всех событий, привязанных к first name. Ну вот, кстати, это как раз используется в играх. По крайней мере, у нас. Если, короче, есть какая-то игра в браузере, социальная. Какая-нибудь социалка, так скажем. Социальная это где про водку? В смысле, что водка это плохо? Да, да, да. Как реклама. То как раз, короче, вот те самые слушатели, которые в стату летят потом, они вот прописываются через вот эту всю хрень. Ну понятно, да. И вот здесь можно их посмотреть, какие они есть для отладки. Можно даже выбрать потом точка клик, listener, и прям посмотреть полностью функция. Вывод кода обработчика. Callback, если угодно. Да. Callback для наших молодых слушателей. Это функция, которая привязывается к конкретному событию и будет выполнена при файринге выполнения этого события. А еще для более молодых. Team fallback. Да, это хорошо. Хотя те, мне кажется, молодые там уже переизменили озвучку-то в CSGO. Но не важно. Ну, кстати, да. В общем, можно прям всякое делать с помощью Get Event Listeners и долларного этого. Как бы это назвать-то? Я даже не знаю. Аперант? Блин. Слушай, ты какой-то сегодня прям программируемый, как контроллер. Четвертое. Мониторинг событий. Можно Monitor Events смотреть. Так. И она, естественно, наблюдает за возникновением событий. Если они выполняются, то он прям в консоль все это вываливает. Как прям, не знаю, как навоз. Как из самосвала, но ты подъехал. И все. Выведет сведения только по событию клик. Можно слушать вторым параметром, передавать первым селектор, а вторым имя события. И слушать только это. Можно вторым параметром передавать массив событий, слушать и клик, и фокус, например. После этого можно UnMonitor Events вкидывать, и она прекращает мониторинг. Угу. Так что, в принципе, всякое. Это мы делаем текстовый редактор. Я напоминаю. Подобие. Подобие. Пятие. Измерение времени выполнения фрагмента кода. Это круто. Console.Time есть команда. Так, и что дает? Если ты в нее передаешь функцию. Пунктор. Слушай, нет. Нет, это просто метка. Это не круто, походу. Это просто название. Console.Time писька можно передать. А потом Console.Time.End писька. И все, весь код, который между ними выполняется, он замерит, сколько секунд он выполнялся. О, это классно. Причем это можно не только в консоль писать, а и в собственной функции. Ну, как бы, как консоль лого ты пишешь в собственной функции. Console.Time тоже можно. Я подозреваю, что наши немолодые слушатели отлично знают про Time и Time.End. Конечно, должны. Но вот в миллисекундах он выводит по метке, чтобы вот дебажить. Это круто. Можно выяснить длительность исполнения цикла. В JavaScript там все зашкаливать будет, к сожалению. Ну, только если у вас не V8, как в Chrome. Хотя, может, там уже даже... Или не... Как там? Quantum? Или что в Firefox? Теперь вот там вообще просто... Такие цифры будут маленькие. Даже не сосчитаешь. Не увидишь, как это. В меме, где китаец смотрит в бумажечку маленькую. Вот такие же цифры будут. Шестое. Вывод значений переменных в виде таблицы. Это круто. Вот этого я не знал. Console.Table есть метод. Это очередное, это круто. Очередное, это круто, да. Console.Table, в нее передаешь переменную, и там можно массив. Так. Передаешь туда массив, и он аккуратненько, прям по индексам, выводит красивую табличку. Например, массив объекта в данном случае. И даже массив объектов и то выводил. Можно... То есть, понимаешь, ты как бы можешь консоль логнуть его как-нибудь чуть-чуть. И там цикл прям написаешь, выводить так-то, двоеточие, этот, этот, а можешь прям в таблицу. И она будет показывать очень красиво. Причем реально красиво. Вот здесь на скриншоте видно. Реально табличка. Даже с этими. Кстати, по UX мы с тобой в нашем суровом вебе как-то раз рассматривали, что вот эти вот Zebra Tables, они плохие для восприятия. Голубая и белая. Ну, когда просто красится попеременно, то там серым, то белым. А что, реально плохие? Ну, вот в той статье было сказано, что говно. Говно. Гумно. Да. Ну, вот в хроме они используют именно такие. Я не знаю, там остался чай или нет. Остался, судя по весу. Знаешь, у меня бабушка, она когда поливает растения, она понимает, что его надо полить не потыков в землю, посмотрев сухое, она его берет на руки и понимает, сколько там внутри по весу воды и надо ли долить или нет. Нифига себе. Это уже high skill полный. Не как у нас в стримах в пятницу. Посмотр кода элемента. Есть команда inspect. И она прям может в нее передавать селектор. И оно, внимание, панели elements инструментов разработчик. А что вибрирует? А есть такая панель? Что вибрирует? Не знаю. Есть такая панель elements. А, это у меня. Его мое. У тебя, поди там, фейсбук пишет, что Сусанна какая-нибудь? У меня практически там деньги уже какие-то с меня списывают. Денежки у тебя? Ладно. Потом. Продолжим. Блин. Классический стул сломался во время записи. Так вот. И, кроме этого, есть команда вида 0, 1, 2. И вот это в сафари тоже работает. Все остальное только в хроме. Вот это в сафари тоже. Она позволяет быстро переходить к недавно просмотренным элементам. Собственно, на вкладке elements, давай, я немножко по-low skill. Там же что у нас? Там, ну, как бы, как код. У нас там все. У нас там все. Как код только разворачивается. HTML. Да, да. И то есть, если ты в консоли написал inspect и передал селектор, то он перейдет на вкладку элемента и подсветит тебе именно его. Да, да. И это даже и прикольно. Это даже и прикольно. Так, ладно, продолжаем. А, собственно, это все, вот это в каких браузерах можно делать? Это все Google Chrome заголовок. Только, да? Ну, я повторюсь, в сафари, вот мы только что с тобой проверили, не очень работает. Хотя нет, сейчас тут был jQuery. Ну, короче, походу, только в Google Chrome. Ну, ладно. То есть, у нас статья называется в Google Chrome делаем текстовое подобие текстового редактора. Так она и называется. Я просто не могу скрывать от наших слушателей тот факт, что у нас микрофоны на резиночках. Так. И у тебя резиночки как бы красные и зеленые. Так. Но таких цветов, что хочется тебе еще желтую добавить, и будет флак ей майки. И ты будешь сидеть как в джа. Согласен. Джа радио. Ну, давай. Восьмой пункт. Вывод списка свойств. Метод dir. Такая команда, если ты в нее передашь сам селектор, она выведет все его свойства. Угу. Почему бы и не. Хорошо. Вызов последнего полученного результата. Это доллар и нижнее подчеркивание. И это просто последнее. То есть, вот ты делаешь 2 плюс 3 плюс 4, и это будет 9. И доллар и нижнее подчеркивание 9 будет выводить 9. А потом ты сделаешь доллар и нижнее подчеркивание, умножить на доллар и нижнее подчеркивание, будет 81. И когда ты в следующий раз сделаешь доллар и нижнее подчеркивание, это будет равно 81. А, ну он переприсвоит. Да, переприсвоит. То есть, это такой буфер, прям вот самый последний. Прямо как в ассемблере. Регистр процессора. В нем последнее только хранится, и все. Зато очень скоростной. Забавно, да. Я практически сейчас хочу после каждого пункта говорить, работаем дальше. Давай. Давай совещание сейчас сначала устроим. Десятый пункт. Это очистка консоли памяти. Clear. Практически как Command K в терминале. Можно Clear написать. И он, видишь, откровенно говоря, далеко не все. Я показал лишь некоторые из неочевидных возможностей консоли Google Chrome. На самом деле их намного больше. Здесь линк для наших пытливых подписчиков. Умов. Да, который прям ведет на Web Tools, Chrome Dev Tools консоль. Ой, там вот вообще честно. Там можно сожрать говна вообще. Можно вообще. Реально. То есть с помощью вот этой консольки Google Chrome. Там можно просто жить. Я не знаю, честно. Вот честно. Мне кажется, в каком-нибудь Firebug там вообще басраться. Да. Firebug это прям отдельно накатывается. И там целая опиха, возможно, больше, чем, я не знаю, любые. Все, что... Весь код, который мы с тобой в сумме написали за жизнь. Вот там... Конечно, да. Там это даже не... Опять же, как в бумажечке будет. Вот столько у нас кода, по сравнению с Firebug. Ты вспомни, это же там можно какие-то 3D-модели крутить было. Это же пырво там прохренеть что-то. Ну ладно, в общем, мы посмаковали консоль разработчикам. Мы высказывали же здесь свое мнение. Охренеть круто, вау, супер. Пользуйтесь Google Chrome консолью. По крайней мере, не то чтобы пользуйтесь в плане подобия текстового редактора, а просто пользуйтесь ее. Это охренеть как удобно. Идем дальше. У нас сейчас тема, предложенная слушателем. Ильей. Я так сказал, как будто мой знакомый какой-то. Ну вот какой-то Илья прокомментировал. И дал нам вот статью про одного очень знаменитого человека. Наверняка вы знаете такой язык PHP, дорогие дети, мальчики и девочки. Да, я знаю, дядя Никит. И вот Erasmus Lerdorf, очень сложная фамилия для меня. Я слишком много буквы R. И вот Erasmus Lerdorf и имя, собственно, тоже. Это создатель, собственно, PHP. То есть папка и мамка в одном лице. У него 25-го числа, нет, 22-го, простите, 22-го числа ноября у него был день рождения. И эта статья, она посвящена ему в честь, что он родился, жил, учился. И, значит... Отец, сын. Отец, сын, да. Брат. Значит, суть какая? Суть в том, что здесь как бы просто рассказывается про Erasmus'а самого, про Lerdorf'а. Так. Как он вообще относится к программированию? Как создавался PHP? Чтоб вы понимали. И наверняка после этой новости все, кто сомневался все еще, что PHP это такой смешной язык, да, но они уже даже не будут сомневаться. Возможно, для них будет теперь это аргументом в споре прям сильным. Они будут кидать... А, аугментация. Да. Значит, Erasmus' Лerdorf в 94-м году просто запилил реально набор скриптов на Perl CGI, которые обрабатывали шаблоны HTML-документов, вот как здесь написано. Позже который вот превратился в интерпретатор языка программирования PHP. Ну, мы с тобой как-то останавливались на истории. Я не помню, в каком из подкастов. Нас просят делать отсылки к конкретным выпускам. Но если бы вы здесь сидели 105-й, 104-й в этот раз выпуска, 104-й выпуска, вы бы тоже уже забыли, где именно. Поэтому я даже вот не знаю. И... Да, я даже... Ты просто меня сбил, каст мой. Суть-то какая? Суть в том, что здесь будут, короче, классные цитаты самого Erasmus'а. И я вам буду их зачитывать. К сожалению, не его старческим голоском, а своим старческим. Тот PHP, который мы знаем сейчас, совсем не то, что я сделал в самом начале. Десятки, если не сотни людей принимали участие в разработке. Я был просто первым разработчиком. Вот сейчас как бы такое... Скромничает. Скромничает. PHP как зубная щетка. Вы пользуетесь ей каждый день. Она выполняет свою работу. Простой инструмент. Что вы хотите знать про зубные щетки? И продолжение, собственно, истории. Он там работал намного на чё. Там будет это описано. Он вот во всяких разных организациях участвовал. Он даже в Яху работал. И сейчас он, просто забегая вперед, скажу, что он сейчас супер-опенсорсный чувак. Как бы, собственно, PHP же... Я не знаю, можно ли... Уместно ли говорить, что PHP это опенсорс, наверное? В начале, когда он его делал, да. А потом Zen Foundation уже отжал его как салон. Да, то есть не очень уместно, но тем не менее. Вот он очень опенсорсный чувак. Поддерживает опенсорс продукты. И очень любит стартаперов. Он прям их там консультирует и так далее, и так далее. В общем, Расмус сейчас такой чувак. Знаменитый. А сколько ему, интересно, исполнилось. Вот сказано, что было, а вот что-то нет. Что-то было, но... Да, ты говори, а я пока посмотрю. И он пишет здесь, что вот когда он начинал, 93-94 год, пишет, что я очень-очень плохо писал парсеры. Я до сих пор хреново пишу парсеры. Ну это отдельный такой тип всяких этих... Да. Есть люди, которые любят программировать. Я их не понимаю. 48 лет ему. 48, кстати, он хреново выглядит, не на 48. Видимо, PHP его сгубило. Я уж. Есть люди, говорит, которые любят программировать, я их не понимаю. Я не настоящий программист, признается Расмус. Я просто соединил все вместе вещи, которые работали. Настоящий программист бы сказал, это работает, но тут утечки памяти на каждом шаге. Нужно пофиксить. А я вот просто перезагружаю апатч каждые 10 запросов, и нормально. Нормально вообще. То есть Расмус, он признается, что в принципе PHP код был написан таким человеком, ну зарождался таким человеком, который не особо парился про оптимизацию. Не особо парился про чистоту, видимо, кода. Вот. Но тем не менее, PHP начал жить, его начали развивать куча-куча народу, как инструмент. И продолжаю цитировать, собственно, самого. Я не знаю, как остановиться. Я никогда не ставил целью написать язык программирования. Я просто делал следующий шаг, исходя из логики. Для тех, кто записывает мои цитаты, я ужасный кодер, но, скорее всего, лучше, чем вы. А, так вот. Yes. У него сейчас здесь практически тролл фейс. Надо этим. Я никогда не считал PHP чем-то большим, чем просто инструментом для решения задач. Вот. Вот это вот правильно, не забывайтесь. Хотя сегодня у нас будет еще тема про это, про хайп это как раз. Да-да-да. Здесь он, кстати, свеженький, более-менее, с подушечки PHP, со слойником стоит. Угу. Продолжает. PHP очень редко является самым слабым звеном. То есть имеется в виду, что скорее всего... Обычно ждем базу. Как водится. Да, скорее всего, между рулем и сидением. Уродливые проблемы часто требуют уродливых решений. Решать уродливую проблему изящно, чертовски трудно. А главное, незачем. PHP это молоток. Никто не разбогател на производстве молотков. Ну и, собственно, вот он там... Сейчас какой-нибудь чувак, который... Биг, который ручки делал. Он, возможно, уже и молотки делает, он сейчас поржал. Он ржет, да-да-да. Ну, в общем, по словам Лидорфа, первая версия PHP была написана буквально за день. В промежутках между деловыми встречами. Деловыми. Erasmus активно выступает на опенсорс-конференциях, консультирует стартапы. С днем рождения, Erasmus, Лидорф. Я сказал, да, 48 лет. Да. Да, ни хреново выглядит. Да, все, мы это сказали. Ну, в общем, задумайтесь, задумайтесь. На самом деле, статья... Нам нужно свое мнение высказать. Давай. Во-первых, чувак правильные вещи говорит. На самом деле, цитаты можно прям в рамочку. Ну, то, что PHP это инструмент, да. Оно просто даже и не только к PHP все это соответствует. Я боюсь, что вообще нет такого иде... Ни одного какого-то идеального инструмента, который прям вот вообще гениальный. И нет у него никаких минусов. Но то, что вот такой язык был изобретен, что это реально можно просто взять и использовать. И не очень-то и сложно, так скажем. Хотя, конечно, поржали бы сейчас чуваки, которые... Которые там что-нибудь, опять же, в Ларавель написали свой. Да. Вот. Ну, в общем, прикольно. Ты как думаешь по поводу... Я считаю, что он настолько мудрый и умудренный человек, что он по определению... Когда ты будешь так выглядеть в 48 лет, скорее всего, каждая твоя цитата, она будет чистейшее золото. Pure gold. Это, во-первых. А во-вторых, ну вот особенно про то, что это всего лишь инструмент, прям вот в граните бы отлил такое. Согласен. У нас дальше светские новости по плану. Начинаем их. Мы пока рановато для перерыва или можно? По-моему, как? Час и семь минут. Вообще, это как раз обычно середина того, как у нас. Я просто настолько не устал. Ну, как бы мочевой мой пузырь, правда, устал все-таки. Вот. Давай, да. Потому что у нас такие два крупных блока про дизайн и разработку, да? А сейчас светский, и мы перед ними отдохнем. Поддерживаю тебя полностью. Но мы же, нас любят за то, что мы как-то переключаем контекст наших подписчиков, чтобы они чем-нибудь занялись в этот момент. Ты имеешь в виду, сказать им прям, чем заниматься? Прямо сказать, ну, пойти в снежки поиграть, например. О! Маме позвонить. Узнать, как дела просто, вот, по-человечески. Бате. Блин. Ты что-то уже какой-то это? Пойти искупать ребенка все-таки. Как автор первой статьи или там какой-то второй. Я думал, самого себя искупать. Это тоже. Многие именно так воспримут мой призыв. Пойти и искупать себе какие-нибудь части тела. Так что да, мы тоже передохнем и все уже увидимся и услышимся после перерыва. Ресъем. Отлично. И у нас сейчас железные новости, я бы так это назвал. Согласен. Прямо как в старые добрые времена. На Geek Times. Редко у нас Geek Times в светские новости теперь заходит. Да. Помнишь, был когда-то Мегамозг? Угу. Кстати, куда он ушел? В Geek Times или в Хабархаб? Все слилось в Geek Times, да. Ну вот. Вот он был у нас в светских новостях. Там опять Яндекс там кого-нибудь купил, продал. Угу. Отжал. Ну так вот. И вот сейчас у нас полный кошмар USB-C и Thunderbolt 3. Так. И сейчас будут опять вот говорить, что все там не так не подходит, не туда вставляется, да? Ну. Отчасти, да? Да, отчасти так. Обычно просто ворчат, что вот Type-C говно, зачем все универсально сделали, там надо 100 переходников и так далее. Потому что Тим Кук занимается сексом с женщиной через переходник в виде мужчин. Ну и так, и чем? Это, кстати, было в паблике или это так у нас? Да, я ставил это, да. Ну так вот. В общем, здесь статья немножечко в другом русле, но общий уровень накала. Кала? Да. Он такой же, как во всех холиварах других. Это, кстати, перевод. То есть не думайте, что это Вячеслав Голованов, редактор Geek Times, которого мы сел. Он ни хрена не пишет, по-моему, он только вот перевод. Ну нет, по-моему, он, ну ладно, не готов утверждать, я не уверенный пользователь Geek Times, поэтому да. Купили ли вы уже себе новый MacBook или MacBook Pro? А может быть, Google Pixel? Находитесь на пороге путаницы благодаря этим новым портам USB-C. Этот простецкий на вид порт таит всевеселенскую путаницу, и благословенная обратная совместимость использует различные кабели для различных задач. Покупателям придется очень аккуратно выбирать себе кабель. Вот сейчас я, короче, неуверенный пользователь MacBook, у меня сразу вопрос. Я могу в USB Type-C вставить что-то, кроме USB Type-C? Просто USB могу? Ты все можешь в него вставить. Это понятно. Особенно ты, там как раз... Там как раз нормально. USB Type-C отличается самим кабелем и тому, куда он внутри разведен на матке. Выглядит одинаково. А, окей. То есть, вот дырочка вот эта одна. Дырочка? Все, понял. Как у всех. Давай. А к ней подходят аж три варианта кабелей. Причем все кабели еще выглядят одинаково. Кабели? А хорошо. А кабели, собственно, быстрее что-то делают? Да. Об этом мы поговорим. Теперь об этом мы поговорим. Вообще официально называется USB Type-C. Но автор нам говорит, я буду называть USB-C, потому что по Google трендам USB-C вводят 21 миллион пользователей. USB-C через не черточку 12 миллионов, а правильный USB Type-C всего 8,5 миллионов. То есть, он решил отсеошить свою статью грамотно? К сожалению, да. Порты USB Type-C распространились достаточно широко, чтобы понимать фактуру. О, Google начал использовать их на своих компьютерах и телефонах Pixel и Nexus. Apple применяет их на 12-дюймовых MacBook, а теперь еще и на новых MacBook Pro. Это физическая спецификация для 24-контактного двустороннего штекера соответствующих кабелей. А вот что уже будет передаваться по этим 24-контактам, нету спецификации, потому что есть вариант. Кстати, я добавлю в этот список еще в GoPro Hero 5 Black, тоже USB Type-C используется. Но они уже такие солидные. Да, они уже наконец-то универсальные. До этого был USB-mini обычный, как на фотоаппаратах старый. У меня даже остался провод от Hero 3, именно USB-mini с логотипом GoPro. Вау. Так вот, какая у них совместимость есть? Во-первых, Thunderbolt 3. Эпловская разработка, которая выдает до 40 гигабит в секунду по PCI-30X4 шине. Жмет. Она давит прям до свит-дос вообще. Она тянет 2 4К-монитора в одну дырку. Ё-моё. То есть прям вообще хорошо. Есть совместимость с HTML 2.0 и DisplayPort 1.2. И обратная совместимость с Thunderbolt 1 и 2. А сколько тогда давит USB Type-C? Я теперь хочу знать. USB-C. Так, USB-C может давить вот это, если внутри Thunderbolt 3. А, понял. USB Type-C это всего лишь вид разъема. А внутри него кабель уже может быть хоть какой. Внутри него важно уже по какой шине идет этот USB Type-C. То есть по сути это действительно переходничок. По сути это переходничок. Как у Тима Кука. Как у Тима Кука, универсальный. А потом уже куда это разведено в материнке, уже покажет время. Погоди, погоди, тогда еще остановимся по лоу-скилям. Вот смотри, вот у меня есть ноутбук. Так. В нем есть несколько USB-шника входов. Так. Я втыкаю в какой-нибудь старинный USB 2.0 вход вот этот USB Type-C. А в смысле? Ты не можешь в него воткнуть. USB Type-C это маленькая писечка узкая. То есть все-таки втыкать надо в USB Type-C шнурную дырку. Да, да. Здесь именно конфуз уже про то, когда USB Type-C дырка. Так, все, окей. Чтобы ты понимал, в новых макбуках она такая. Все. То есть здесь дальше будут скрины, картинки точнее, фотографии. Ну вот, открой, посмотри самую первую фотографию. Вот эта узенькая штуковинка. Ну, ну, ну. Вот такая с двух сторон. Все. То есть и в девайсе, типа Google Pixel и Google Nexus, и в ноутбуке, типа Apple MacBook Pro. Ну, понятно, да. Так вот, но, когда ты видишь эту дырку в Apple MacBook Pro, там Thunderbolt 3 внутри под капотом. Совместимый со всеми там USB-шками, со всей хреновиной, но он по PCI еще и не идет, поэтому может давить до 40 гигабит в секунду. Имеется в виду и в ноутбуке внутри там. Да, да, в ноутбуке внутри разводка на матку. А если это какой-нибудь новый Dell, и там есть USB Type-C. То там своя хрена тень. То там оно идет по шине USB-шной. То есть помедленной. Не по PCI-ной. То есть в случае с Thunderbolt, скорее всего, в зависимости от чипсета, PCI может даже проц обрабатывать. А в случае с USB и SATA это обрабатывает стопудово мост. То есть сам чипсет. Например, Z97. Z270, который выйдет в 2017 году, я еще не смотрел. Там, может быть, уже все на проц повесили. Или там даже, кроме самого чипсета, еще какой-нибудь отдельный подконтроллер только для PCI-ных линий. То есть тут всякие варианты. Но, в общем, суть в том, что USB Type-C совместим с Thunderbolt. Раз. И такое в MacBook'ах. А, например, в Asus'ах или у Asus'ов есть в продаже для PC-шников в дискетный лоточек вставить типа картридер. Только не картридер, а это называется модуль расширения. Модуль расширения с двумя USB Type-C. Вот в них USB 3.1 всего лишь. Там не Thunderbolt. Там просто USB 3.1 для зарядки и для передачи информации. А 3.1 она сильно давит. Ну, в принципе. 3.1 давит 10 гигабит в секунду. 3.0 давил 5 гигабит в секунду. Ну, уже в два раза так. Да. То есть в два раза улучшение. И Power Delivery у USB 3.1 уже 100 ватт. А у 3.0 было просто 15 ватт. То есть она еще и заряжает, как даст видос. Можно iPad пропитать, просто за два часа заряжать. Ну, слушай, да. А раньше iPad втыкаешь куда-нибудь, и это устройство пошло у вас, это, будет у вас заряжаться в ноль. Ну, слушай, технологии-то поперли. Технологии поперли. Но, видишь, сейчас осталось... Ладно, у нас есть в компьютерах такое. Осталось еще, чтобы во всех телефонах такое вдруг появилось. Понимаешь? Потому что, ну, самое-самое-самое смешное, что есть спецификация USB Type-C провод, в котором внутри только USB 2.0 обычный. Ну, это такое. 480 мегабит в секунду, чтобы ты понимал. Ты вроде нормально вставил, а на самом деле... Вроде у тебя USB Type-C, ты как бы у тебя Lamborghini, а внутри 1.6 двигаем. А внутри шестерка у тебя. У вас 2.0.6. А, вот это, да. Еще хуже, чем 1.6 двиган, да. Поэтому и самое-самое главное, что все кабели выглядят одинаково. Там дальше есть заголовок «Кабель кошмар». Искрины из магазинов, где практически одну и ту же картинку для всех кабелей используют. Хм, я-то думал, как раз кабели специально разукрашены. Нет, там надо прям сильно смотреть с увеличительным стеклом по мужикам. Ну, что-то это вообще как-то... А как мужики-то будут покупать? Вот, и об этом статья. Вывод, точнее. А как мужики-то покупать будут? Ну, вот именно. Он показывает мне вот такую вот надо. Какую? Ему дают самый дешевый USB 2.0. А он монитор в него будет втыкать. Потому что у Thunderbolt'а там уже монитор 4K втыкать. И у него 4K вообще не продавливает за 480 мегабит в секунду. Хотя, знаешь, те мужики, у которых 4K монитор, они должны шарить. Они просто самый дорогой должны брать. И там точно будет Thunderbolt 3. И не факт, что такие мужики должны шарить. Вот отвечай, а не факт. У них максимум сын шарит. Ну ладно, да. И вдруг им сын сказал, да бать, да просто... Хотя тогда сын тоже не шарит, если он просто... Возьми иди Type-C. Да, да, да. Ну, в общем, вот суть в том, что они настолько разные, что даже и непонятно, а что делать? Если вот ты воткнул, и ты будешь идти скандалить в сервисник, у вас кабель неправильный. Или идти девайс свой сдавать по гарантии, кабель не работает. Нет, ты представляешь, что ты испугаешься, у тебя будет хреново передаваться сигнал на 4K монитор. И будешь думать, что у тебя монитор. Нет, он просто сигнал недоступен, будет и все. То есть там даже нехорошо хоть не сгорает ничего, если неправильная все, как несгораемая сумма. Да, это страшно. Это вот кабели, это очень важная вещь. И на нее надо обращать внимание. Да, вот здесь конкретно автор еще нам рассказывает про версии HDMI, с которыми по-разному совместимы все эти. Я даже на этом останавливаться не буду. Они разные, короче говоря. Там надо прям сильно смотреть спецификацию матки своей, спецификацию устройства своего, то есть что с другой стороны, и спецификацию провода. И нужно, чтобы все сошлось. А ты вот мне можешь сейчас сказать, сходу какого хрена такое разделение началось? Когда оно началось и вообще какого хрена? Ну, всем понравился разъем, потому что он тоненький. Давай. А почему с ним вместе кабель еще свой не придумать? Как Thunderbolt, только каких-нибудь других там. Хрена болт. Который тоже будет 40 давить и везде одинаково будет. Ну, так это дорого. Это надо его везде к шине PCIной подключить. А она обычно для других целей занята вообще. То есть вот у меня даже на матке, хорошая матка, да, Maximus 7 Ranger. И там есть возможность использовать PCIную шину X4 линии. И в нее воткнуть SSD, чтобы она вообще продавливала там 2600, 2600 мегабит. То есть это 2,6 гигабит всего. Всего 2,6. Это можно продавить только по четырем линиям PCI. И когда ты втыкаешь туда только один порт, только одна PCIная дырка это поддерживает. Ну, кроме той, в которую видяху втыкает. Вот, только одна поддерживает. И надо еще в биосе, ну, там по дефолту, конечно, стоит автоматом, что если туда что-то такое жесткое воткнуто, все остальные PCIные дырки выключаются. И ты в них уже ничего не можешь втыкать. Потому что все четыре линии задействованы на одну ту. Ни хрена себе. То есть ты прям в SSD-ху воткнул, и все, и TV-тюнер тебе уже не воткнуть. Ничего не можешь больше. Уже сетевуху выделенную тоже не можешь воткнуть дополнительно. Ни хрена. А зато этот прет. Да, зато этот прет. Прям у тебя винда грузится в 15 раз быстрее, чем с обычной SSD-хи. А это, казалось бы, уже куда быстрее. Хотя вот да. То есть ты прям не то что отлить не успеешь. Моргнуть едва ли успеешь. Сделать гимнастику для глаз. Посмотреть вдаль, вблизь, хоп, у тебя уже винда загрузилась. И вся GTA V в оперативку загрузилась в этот момент. То есть тут круто. Но понятно, что на новых матках уже, повторюсь, есть выделение. Черт, да? Ну ладно. Почему это так звучит? Есть разделение, но от этого удорожание. Это к твоему вопросу, почему нельзя сделать везде 40 гигабит. Ну-ну-ну, да. Потому что это дорого. Прям вот дорого-дорого. Ну, отлично. И он здесь пишет, вот хотя бы MacBook, вот там уже дорогой Thunderbolt. Почему вы не поставите значок Thunderbolt-а? Согласен. Чтобы было понятно, какой это USB Type-C. Вот когда ввели USB 3.0, его покрасили в синий. Это же супер вообще. Я так понимаю, это тоже синий. Да нет. Тут уже даже негде цвет сделать. Он настолько тоненький и настолько металлический, что там напыление надо только делать какое-нибудь. А оно стирается, как мы по айфонам уже знаем. Поэтому это уже такой не вариант. Кстати, заметьте, что даже Thunderbolt-кабели, в зависимости от цены, бывают не 40 гигабит, а 20. То есть там на две жилки меньше уже у тебя. То есть там сильно надо смотреть. Прям вот, еще раз говорю, с увеличительным стеклом. Представляешь, ты на барахолку придешь, и тебя там... Ой, тесто USB 2.0 для монитора продадут, и все просто. Еще и за полторы тысячи. Не дай бог, конечно. И вот его после того, как размещена была статья, я, кстати, так и не понял. Это автор написал, или это переводчик написал? Я получил много критики первоначальной версии статьи, и она состоит в том, что вроде бы не все так плохо, как я описываю. В основном это действительно так. Пока у людей есть телефоны Nexus с поддержкой только USB и тому подобное. Но мне кажется, что существует проблема с множеством вариантов использования этого универсального кабеля и порта. Электроника перестала быть областью интересов для одних гиков. Большинство компьютеров, это к вопросу о том, что не все дядьки, у которых Thunderbolt и 4K дисплей 4K. Шарят. Нужно большинство компьютеров, телефонов, планшетов и периферии приобретать люди неподкованные технически. Они не отличат протокол от интерфейса и не обязаны разбираться в том, чем USB Type-C отличается от Thunderbolt 3 или USB 3.1. Они хотят покупать вещи, подключать их и чтобы все работало. Plug and Play. Они оценивают совместимость по форме и совпадению разъемов, а не спецификации и логотипов. Просто мне вот такой надо, опять же. Ну, короче говоря, наши, по-моему, с тобой... Наши полномочия все, кончились. Да, наше мнение с тобой ясно. Непорядок. Конечно, это охренеть. Цвета нужны. Просто цвета и все. Пусть один разъем, но сделайте цвета на кабелях. Примите закон, чтобы как с отпиской от рассылки. Согласен. И вопросов не будет. А те, кто будет китайские кабели без цветов покупать, ну, слушайте, это ваши проблемы. Пишите в комментариях, вы бы как вышли из этой непростой ситуации, а мы движемся дальше. Мы движемся к Павлу Дурову и к его хреновине новой. Телеграф. Статья с Geek Times. Мы сегодня продолжаем. Так. И издательский сервис Телеграф, который был представлен Павлом Дуровым вот недавно. Наверняка все, кто такие модные тренди, пацаны у нас знают, которые слушают нас или не нас. Но, тем не менее, да, Телеграф появился. Вы можете спокойно зайти, по-моему, на теле... Телеграф. 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 А PH это, наверное, какая-нибудь... Филиппина. Да, нормально. Но он подешевле, наверное, хотел. Домен? Скорее всего, получил подороже. Вспомни, в Индийском океане, который I.O., он там стоит 6 косарей в год. Да, да, да. И это такая хреновина в стиле медиума оформлена. Вы туда заходите спокойненько. Я просто для тех, кто не знает, кто не тренди. Для тех, кто все еще, короче, у которого USB Type-C, но там внутри... 480 мегабит, да. Всего лишь USB 2.0. И... Как медиум выглядит. Заходите. Регистрироваться не надо. Ничего не надо. Вы не видите ничего, кроме того, что там есть тайтл вашего, то есть заголовок. Есть какое-то описание. Есть контент. The content. Угу. В контенте вы можете картиночки, фоточки вставлять, просто писать текст. Это все будет так красиво оформлено, как на медиуме. Очень минималистично. Никакой рекламы, ничего нет. Абсолютно белый лист. Но, тем не менее, то, что вы напишете, без регистрации, без смс, помещается в некий, так скажем, приобретает свой URL. Угу. То есть оно залетает туда к ним на серваки. И, короче, вы можете потом поделиться вот этой своей статьей или чем-то, каким-нибудь бредом, который вы написали. И не будет понятно вообще, честно это написано. Картинки-то хоть можно прикреплять? Можно, картинки можно. А, вот этот вот фотоаппаратик, это картина. Да, да, да. А, скобочки? Скобочки. Там есть какие-то скобочки. Ахрену. Это iFrame, видимо. Я, честно говоря, сильно не... Ну, понятно. Да, но, тем не менее, вот можете всякое писать. Им непонятно, то есть честно это, не честно написано. То есть статья можно подделать, что это Антон Логвинов написал про наши стримы, что у нас 10 из 10, 12 из 10 стримы на кончиках пальцев, например. И все будут верить, например, опять же, да? Ну, видишь, все будут верить, если он это расшарит. Да, но здесь, опять же, есть, да, некий фильтр. Все надеются на то, что если сам уж Логвинов расшарил, например, как пример, у него верифицированность. Ну, тут как в жизни. Вот сказал человек, хочешь не хочешь, приходится ему верить, пока не поймаешь его. Ну, да. Вот. Поэтому попробуйте, это такая прикольная тема. На самом деле, знаешь, такой сервис можно было развернуть на Workpress. Хотя, слушай, там без регистрации, чтобы тебе постили прям хрена лысого, наверное. Можно. Можно форму же сделать. Прямо тебе заспамят ее очень быстро. Тут они как-то умно все сделали. И мне интересно, как у них-то там не заспамливают? Ведь боты там могут. Пока еще боты не знают. Они еще не тренди. Боты, они долго довольно подтягиваются. У ботов все еще USB 2.0. Ну вот, да, попробуйте, а мы идем дальше. Не особо такая статья, на которой нужно зацикливаться, останавливаться. А вот следующая статья. Я вот не понимаю. Мы сейчас с тобой в прямом эфире. Такое чувство, что я ее или читал, или рассказывал уже. Или что было? Было что-нибудь про вот это или нет? У меня такое же ощущение. Но я не знаю почему. Я сейчас боюсь, что если мы сейчас заново расскажем по старикам и повторимся, то что будет? Да не, ну не настолько мы тупые. Сто пудово этого не было в подкасте. Точно? Ну блин. Я посмотрел, вроде не было. Я загуглил газету.ру по нашему слаку. Посмотрел слак. Блин, да что такое-то? Сто пудово газеты.ру точно не было. Но что-то подобное мы или обсуждали в кулуарах с тобой. Блин, просто вот напишешь же, что было. Ну давай поржем. Ну давай хотя бы, ну вот так, в назывном порядке. В назывном я помню, что в прошлый раз я это говорил, или это во сне у меня было. Про то, что Трамп пришел, нам всем конец, да? И я рассказывал конкретно, очень много заострял свое внимание на Марке Цукерберге, который там все отмазался, что у него алгоритмы Фейсбука не выдают. А, я теперь прям тоже вспоминаю. Возможно, прям было у нас. Но я хочу вам рассказать. По-моему, я это не рассказывал. Оказывается. Мы все знаем, что в США избрали, будет Трамп туда-сюда. Калифорния не любит его, потому что он во многом очень прессует IT-компании. По разным причинам. Кто-то налоги не платит, кто-то свои серваки и производство держит в Китае, кто-то еще что-то. Значит, он хочет сделать, чтобы Америка great again, как бы, мейкает ее, так скажем. Оу, yeah. Да, и суть-то в том, что, чтобы ее замейкать, again, great, чтобы всем были места рабочие, чтобы как бы не только китайцы. Он, короче, производственник хороший. Конечно. Он прям хочет, чтобы не покидала ничего страну. А это значит, что многие вещи, такие как, например, iPhone, могут подорожать в цене, например, на 100 долларов. Потому что, если нужно будет перенести производство, его нужно перенести за денювки. Ну, жалко, что он не может просто сказать Тиму Куку, «Слышь, Тим, ты просто на 100 баксов с iPhone с каждой меньше теперь получаешь». Ну, самому да, Тиму. Антимонопольный закон такой издать. Ну, вот, допустим, например, Тим, он сразу, как только вот избрали, он написал не статью, не статью, он написал письмо всем работникам компании Apple. И сказал, что наступают темные времена. Знаешь, мы... Что, настолько прям? Ну, не, ладно, ладно, темные времена, господа. Я, правда, немножко утрирую. Он написал, что не темные времена, а сказал, что какие смутные, типа смутные такие времена. Но написал, что он все равно призывает всех держаться вместе, не разделяться на два лагеря. То есть, те, кто за Хиллари и те, кто за Трамп. То есть, не начинать вот эту вот хрень. Но, тем не менее, наступают странные такие времена для Apple. Реально, написалось прям вот. Что, короче, у нас будут всякие движухи. Что нас могут вот прям... Трамп может делать всякие вещи. По поводу их, реально, заводы в Китае. Ну, какого хрена? Он скажет, давайте переносим все в США. И ничего нас не волнует. Ну, вот здесь тонкая грань между... А как ты бизнесмену прикажешь? Он скажет, тогда я не веду бизнес в Америке. Не веди. Это просто офигеть. Ну, согласен, да, да. Как бы это просто, ну, как бы Трамп это... Ну, тут, да, тут такие вещи, конечно... А я веду, он будет говорить. Опа. Опа. И все его закрывают, вот, Тим Кука. Да. Ему даже нравится, что его закрывают. Опа. Нет, конечно же, я уверен, что такие резкие заявления никто не делает. Это все-таки, ну, как бы это бизнес. Здесь все на договорах, на договорах, да. Но, тем не менее, это страшно немножко становится для калифорнийских компаний, для Куперкино. В том числе, я, по-моему, в прошлый раз не называл, или во сне я это не называл, не знаю, опять же, про Тесла. И, между прочим, про... Вот про Тесла я уже вообще не... Про Илона Маск. Так что во сне. Многие вещи, которые сейчас вот выделяются на поддержание Илона Маска, в том числе, его программ про Солар-Сити или про что-то такое, где он там все разрабатывает за огромные бабки там, чтобы не использовать сырье, чтобы не... В общем, не загрязнять. Ну, Солар-Солнечный Сити, видимо, город на солнечных батареях. Да, не загрязнять окружающую среду, а вот Трамп, он ему похрен на окружающую среду. Он наверняка на своем там Эксплорере ездит на Форде. Я даже боюсь представить на чем. На 8-милитровом какой-нибудь хреновень. Да, выжимает по полной. Полторы тысячи кобыл и все. Да, еще заправляет сам дерьмом каким-нибудь просто. Который загрязняет дальше. Да, 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 прям... Семь шестым. И, как бы, ему похрену, поэтому финансирование может снизиться. Многие вещи просто... Короче, он там хочет с визами. Вот H1B, визы, когда чуваки приезжают из-за границы, какие-то там модные, умные чуваки. Они по этой визе заезжают, короче, и могут айтишниками работать. Но это реально там для бриллиантов-воротничков, как говорится, для алмазных. Вот, для крутых пацанов. Тем не менее, такую визу он там хочет как-то урезать или что-то там. Да, он потому что хочет, опять же, рабочие места для самих американцев. Чтобы америкосы, красавцы, могли работать. Те самые тупые, которые тинейджеры, мутант, ниндзя, черепашка, Туртлис. Которые реально вот в колледже, короче, бухали. Бухали это в лучшем случае. Это в лучшем, это самые прилежные еще задроты. Да, и вот этих чуваков, он хочет их make America great again. Ну, вот такая история, на самом деле. Я здесь многое упустил, но просто как бы я во сне это рассказывал, поэтому пацаны. Да, да. Переходим дальше. Дальше идем. Че у нас там? Ах, кстати. У нас маятник хайпов. Откуда рождаются? Откуда берутся хайпы? Давай. Так звучала наша громкая тема. Я считаю, это хайп. Get Hype. Да, оно прям неплохое. Я думаю, что надо поговорить о том, как новые технологии, вообще, adoption, встраиваются в нашу современную жизнь. Я даже говорю не про Hype Circle, а Hype Circle, здесь вот первый у нас график. Я опять на сухую захожу, я еще без ступительного слова. Hype – это такое явление, когда что-то прям очень большому вниманию подвергается в сети. Отлично. Мне понравилось описание. Самыми прямыми примерами, простите за тавтологию, хотя это не тавтология, а хайпов, являются мемы в интернете. Какой-нибудь мем про спящего Медведева. Вот у него все четко было, прям по хайпу. Сначала все его использовали. Вот давайте по Hype Circle смотрим. Сначала был триггер, кто-то выложил его. Потом пик. Когда его использовали. Когда его прям много использовали. И здесь в данном случае пик ожиданий. Пик ожиданий, я не знаю чего. Ну, например, фильма Star Wars. Ну, я про Медведева пытаюсь. Ну, Медведева-то там ожидания, как он еще раз заснет, видимо. Кстати, да, возможно. Потом дальше, хоп, разочарование. Когда он не заснул еще раз. И все. Потом Slope of Enlightenment. Просвещение. Блин. Можно использовать, но только вот реденькое и в самых прикольных местах. Если плато Productivity. Только продуктивно этот мем плотно вошел в вокабуляр людей. Уже нет на каждой странице. Но как бы да. Вот так вот это хайпается все. Ну, окей. Это Hype Circle. А чувак нам хочет предложить новую, так скажем, классификацию, а парадигму, да. Hype Pendula. Маятник хайпов. И именно в колеблется у нас в данном случае visibility. То есть, как бы сказать. Черт. Ну как? Ну как? Визibility. Так. Колеблется. По некоторым законам. От хайпа. То есть, от максимального нокаула страстей до бэклэша. Это когда все... Ой, фу-фу-фу. Фу. Типа уже зашква. До хейтинга, да. Так вот. Вот начинается здесь все. И вот по такой спиральке сначала сильно колеблется. Амплитуда растет. А потом амплитуда опять уменьшается. И все. Ты имеешь в виду, все-таки мем сходит на нет? Не как в первом случае. Не как в первой парадигме. В первой он не сходит на нет. Он перестает колебаться. И, так скажем... Видишь, здесь же нет. Здесь по центру это нейтральные отношения. Справа хайп. Это все вау, супер круто. А потом бэклэш. Это фу, супер говно. И здесь сначала как бы колеблется это все. А потом хоп. И все уже опять нейтрально к этому относятся. Сначала early hype. Первые пользователи, так скажем. Давай на примере какого-нибудь, я не знаю, ангуляра. А, мы то есть веб сейчас, пацаны. Давай. Суровый веб. Давай вспоминаем, что мы веб-пацаны здесь вообще-то. А не политологи. Ранний хайп. Первые люди начали использовать ангуляр. Early descent. Первые разочарования, первые отклонения. Какие-то чуваки начали говорить, мы неправильно используем ангуляр. На самом деле надо по-другому. И хейтить тех, кто early adopters. Потом хайп пик. Все-таки, блин, ангуляра можно даже гвозди забивать. Обмазаться. Печки, готовить хлеб им выпекать. Все можно им делать. Потом сразу backlash пик по полной. Блин, все, кто использует ангуляр, козлы. Да, он не решает никаких проблем. Он мусорный, замусоренный, хреновый и вообще. Потом hype resurgence. Его препарировали. Да нет, в принципе, ангуляр это нормально, если его использовать. Выше ангуляр 2.0. Слушай, ангуляр это нормально, если делать вот так. Уже и основе, видишь, often tech rebranding. В основном технический rebranding на этом этапе происходит. Ну, то есть, да, для веб каких-то технологий более справедливо. Но я думаю, можно и с медведичем так же. Ну, не будем сейчас, но напишите в комментариях, как можно медведича разобрать его засыпание по парадигме маятник хайпа. Дальше идут более маленькие флуктуации. То есть, просвещение. Перестает колебаться, и уже люди договариваются. Нет, слушай, вот здесь в ангуляре garbage collection дерьмовый. Хотя это JavaScript, там везде garbage collection хреновый. Но давай вот сделаем вот так. Ну, слушай, да, давай так. Хоп-хоп-хоп. И все, плато продуктивности. Все просто используют ангуляр, и все. Какое-то время, понятная идея. Не до конца времен, я надеюсь. Поэтому вот так. Давайте, говорит, на примерах. И вот он про HTML5 говорит. Вот вышел iPhone, и Стив Джобс хренососнул HTML5. Ой, Flash, точнее. И все такие, блин, круто, будет HTML5. Мы с тобой, это прямо на наших глазах же происходило. Было. Мы даже на нашей курсовой, опять же, на той легендарной, делали анимацию уже HTML5, и нас все спрашивают, вау, это что, это как это у вас без флеша такое? А мы прямо себя Дэвидами Блейнами чувствовали в тот момент. Было. И все, а потом немножечко отвалилось, потому что Facebook их дропнул в нативном приложении. Сказали, не, мы не будем это внедрять. То ли они рекламу с этого не могли получать, то ли что-то еще. Помнишь же, YouTube долго не вводил, потому что они не могли туда рекламу впихнуть, как невпихуемое. Да, и, ну давай, давай, продолжаем. И это был, так скажем, бэклэш, то есть все хейтили. Фу, до HTML5, да ничего не получится. Не взлетит. Да, а теперь про агрессив веб-эпс все говорят. Я, отбегая в сторону для молодых слушателей, скажу, причем могу ошибиться, но вот так я это понимаю. Прогрессивное веб-приложение, которое как нативное выглядит. Но вот они, это веб все-таки приложение. У них иконка там своя есть и так далее. Ну, по факту, короче, это веб-приложение, которое маскируется под нативное. Вот так я скажу. И там-то опять полный HTML5. И благолепие. И вот хрен его знает. Не, мне кажется, у нас, знаешь, какой уже этап идет? Который, короче, Hyper Resurgence. Да, ну, естественно. Там же вводит HTML5 1. HTML5 2 мы с тобой рассматривали даже уже. Или даже знаешь что? Или, возможно, Smaller Hype Fluctuations. Знаешь почему? Я просто что хочу сказать-то этим всем? Ну-ка, ну-ка. Я хочу сказать тем, что... Я думал просто почитать интересные слова. В какой-то момент все пацаны, типа, гугла, начали базарить. Такие, да все, флэш говно, мы стопудов уже выпиливаемся. Короче, будем реально, все, флэша не будет, все будет у нас. Но, оговорили сразу. Все, короче, типа, сайты, типа, фейсбука, крупные там пацаны, они все продолжают флэш поддерживать. Ну, понимаешь, одно дело поддерживать, а другое дело уже многие-то и не поддерживают. Ну да. То есть, ну, маятник не так быстро раскачивается, но таки раскачивается. И здесь суть в том, что все равно, даже если вот в самом начале вообще все писанулись, и Обама, и Путин, все сказали, HTML5 быть. Все равно найдется какой-нибудь чувак. Медведич? Вот на этих вот турбулентности зарабатывают люди вообще-то. Ну, это логично, да. И поэтому, как бы ты ни старался, все равно откатится маятник назад. Потому что даже, понимаешь, чем больше гуглов, фейсбуков и так далее скажут, что, блин, это круто, тем сильнее будет слышно чувака, который скажет, не, это говно. Согласен. И за ним миллиарды пойдут, уже именно миллиарды. Ну, как за Трампа. Я имел в виду людей, но да. Тот же самый, говорит, пример с адаптивным дизайном. Я вот, кстати, если честно, не уловил, она в 2013-2014 оказывается адаптивку, именно адаптивку, резинку, ее хренососили. А, типа, да все это говно ваше. Да, да. Что это не надо, надо приложение, видимо, делать. Я помню, были всякие fluctuations. В общем, вот так. И вот в конце он сказал, да, что природа человека просто такая. И надо свыкнуться с этим. И просто более философски на всю жизнь смотреть. Мне кажется, знаешь, что? Ну, да. Вот эти все вещи, которые связаны с физикой, так или иначе, то есть, в принципе, маятник и спираль, так называемая, ее же можно вообще везде в жизни применять. То есть, вот физика, как мы, то есть, физические законы у нас есть какие-то? Вот я просто к тому, что вот этот вот маятник, его же можно также использовать, там, я не знаю, в юморе, например. Ты когда говоришь одно, там, жопа, тебе говорят, письки. Ну, отлично, так. Вот. И это же реально fluctuations происходят. Вот. То есть... Нормально. Да. Я сейчас тогда тоже историю расскажу. Я сегодня на работе. Мне вот спрашивают и говорят, а вот электроника, как ее можно сейчас слушать? Я говорю, ну, представляешь, я вот говорю, люблю просто кремний. Угу. Я вот, я удовольствие получаю от того... Музыка, в смысле, электронная. Да. Что какие-то физические процессы меняют прям реальное звучание. Угу. Что вот триггер, пен-переход в полупроводнике, а у тебя звук меняется, дилей добавляется, компрессия, гейн там и так далее. Ну, там-то вообще пен-дулумы полные. Вот. И то есть... И ты... Я не могу это вот из себя вырвать. Я от физических процессов удовольствие получаю. Я прям вот... Меня это завораживает. Я это, опять же, на кончиках пальцев чувствую. И я ничего не могу с этим поделать. Кого-то другие физические процессы, возможно, завораживают. Тренировки в тренажерном зале. Например. Это тоже сокращение. Это тоже маятник. Но я напоминаю, что физические законы по прошлому подкасту, кто не слушал, послушайте, это все придумано зелеными человечками. Это потому, что поддерживает темная материя, и нас все, а то все вниз упадет. Я до сих пор буду поддерживать эту позицию, потому что мне она, кажется, наиболее логичная. Ну все, вот так вот. Ну давай, круто, круто. Мне понравилось про хайп-пен-дулумы. Дальше у нас... Дальше, короче, про гугл немножко поговорим. Мы, наверное, как-нибудь сейчас будем ускоряться. Или нет? Да давай, попробуем. Пол первого просто у нас уже. Очень быстрая, на самом деле, статья. Чувак просто в никуда практически как в лжу пернул. Ему, короче, он на хабре высрался, так скажем, написал письмо. Точнее, опубликовал письмо, простите. Опубликовал письмо гугла, в котором ему написали, что он вот пользователь каких-то сраных, я не знаю, каких-то сервисов. Таких, как гугл клауд платформ, файрбейс или опих. Ну опихи понятно. API, просто сервис такой. Я, говорит, пользователь API. И, короче, они написали... Пеппа Стоун Стэнли сидит. Мы, говорит, это... Сейчас, говорит, по российским меркам, законам, нам тут, короче, 7 декабря, пора бы всем, кто пользуется вот этими сервисами нашими, и в том числе опихами. Попара бы ли. Причем... Причем опихами, ну вы представляете, просто опиха к Ютубу. Вот реально. Google Maps API, согласен. Да, или Google Maps. Все, кто этим пользуется, должны быть юридическими лицами. У нас физические теории не могут это использовать. Если вы по какой-то причине, короче, это... Не платите бабосики и не юридическое лицо, пройдите нахрен. Только сейчас юридические, и все. Всех переводим прям, видимо, насильно. Что вы такой, короче, юрлицо. Да, и ты когда логинишься, там сразу написано, запомните-ка свои юриданные или не пользуетесь. Да, да. Ну и вот такая вот ситуация, и он спрашивает, это, говорит, что это? Это, говорит, как это так? А что это я должен стать юрлицом теперь? Меня как будто просто попросили, говорит, выйти. И вообще, а как опихи? То есть все же используют эти API стандартные, ютубовские, Google Maps API. Я вот не понял, именно API, если ты в приложениях, или прямо айфреймы даже встраивать? Ну, я не знаю, это смешно про айфрейм, конечно, это прям, там, мне кажется, каждый пацан уже встал. Это именно если ты, да, как Google разработчик, там, регистрируешься в этой консоли, и прям вот используешь какие-то эти штуки. Ну, вот такой, да, и он вопрос, типа, какого хрена? Можете объяснить? Ну, и там, на самом деле, не особо в комментариях поясняют, я бы не сказал. Ну, там написано, что вообще, это, скорее всего, следствие закона о хранении персональных данных. Ну, конечно. Что на юрлиц не распространяется. Персональные данные юрлиц можно хранить, потому что они налоги платят, и как бы нормально. Ну, вот такая тема, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А у нас сейчас просто вспышка, новость-вспышка. Есть такой сервис, Existence, называется. Так. Desit.me. И что? А при чем здесь Existence? Ну, там на сайте написано Clean Up Your Existence. И там можно везде, где у тебя под Google почтой есть аккаунт, и он тебе их удалит. Отлично. То есть это прямо можно выйти. Там вон PayPal я вижу, Spotify, SoundCloud, Skype, Slack. В смысле, можно сейчас нашим зрителям и слушателям подсунуть в описании ссылочку без палива, они все удалят у себя? Нет, там надо именно Sign In with Google сделать. И скорее всего на тысячу этих уведомлений ответить, типа, вы точно желаете? Ну да, там. Вы точно хотите удалить вообще все? Вы юрлицо? Кстати, да. Вот в конце, когда ты скажешь, да, точно скажешь, тогда заполнить эти данные юрлице. Тогда, подождите, вас же зовут как? Джон, правильно? Как в Fallout. Полный conversational UI, да. Ну ладно. В общем, вот так. Нам просто предложили, я посчитал нужным рассказать. Ты не смог. Ладно, научпоп, господа, научпоп и продолжение прошлой темы. Вот опять же, вот не послушали, если прошлый подкаст? 103-й, нас просили ссылаться, обязательно 103-й. То вы сейчас нихрена не поймете, а NASA опубликовала официальную финальную версию своего доклада об испытаниях невозможного, в кавычках, двигателя EM Drive. И я напоминаю вам, EM Drive это ведро, которое положить, если вы вдруг не знаете. Это такая двиган, реально двиган EM Drive, который, короче, создает тягу в замкнутом контуре без всякого выхлопа. То есть не как наш подкаст, он создает выхлоп. А тут без выхлопа, абсолютно. И может вжать там досвидос, чё, вообще, просто может выжимать. И к чему всё? NASA занялась с этой темой, такие думают, блин, ну это как бы реально надо развивать. Написано, что уже 15 лет назад его предоставил изобретатель. Мы-то думали недавно, а он ведро положил ещё 15 лет назад. Вот, NASA думает, надо развивать. И они реально сейчас что делают? Они, короче, сейчас бабки есть, всё есть. И вот то, что мы с тобой обсуждали, извини, просто написано, что это была утечка лишь. А теперь они официально опубликовали уже. Сейчас стопудово попробовали. В вакууме, в вакууме. Создали условия полностью. И реально, короче, прёт. Реально EM Drive может переть. Развивает тягу в 1,2 милиньютона. На киловатт. В вакууме, да. И это, короче, досвидос. И то, что он вот там никакой, короче, выхлопа не даёт, это прям круть. То есть там никакого сохранения... Все законы сохранения массы, энергии. Короче, материте меня, кто знает физику. Но, тем не менее, вот это всё, короче, там никак не работает. Импульсы. Они, да, они не понимают. Они, короче, не понимают. Это или ошибка в расчётах какая-то, или чё. Ну всё, это мы опять же отклонились. Но НАСА в вакууме попробовали. И теперь следующий шаг их. Наконец-то Han Solo жив. Они попробуют это реально замутить в космосе. Сначала, короче, аккуратненько пошлют там одну хренотень. Небольшую такую. Которая выглядел... Одно ведро положит и пошлют. Да, одно ведёрко чисто пошлют. С мороженым. А потом уже хотят прям реально там целую станцию послать. Если сейчас это, короче, залетит тема, то нормально будет. Срок испытания, между прочим, всего полгода. То есть на нашем веку узнаем результат. Не то, что внуки наши только на нём полетят. А возможно и мы. На ведре. И тем не менее, тем не менее. Там, короче, где-то ещё была тема про то, что какой-то чувак вроде попробовал. Хотел попробовать. А, нет. Другой теме. Ладно, всё, идём дальше. В общем, EM Drive живёт. Серая слизь. Во, где это будет. А, так, это наша следующая тема. Следующая тема. Переключаемся с EM Drive, с движка, на тему про кремний. Про который ты очень любишь. Я, возможно, сейчас разлюблю после этого. Кремниевую жизнь можно синтезировать на земле, господа. И здесь картиночка. Некого такого слизня. Сделанного, видимо, из кремния. Они хотели вот намекнуть. Это жизненная форма на основе кремниевой органики. Вот представь, что у тебя друг такой будет. Во-первых, представляю. Во-вторых, самое главное, что это на каком ресурсе размещено beauty of science. То есть это beauty. Это beauty очень. Практически beauty-блоги. Beauty-блоги про кремний. И здесь что говорят там? Что кремний, он, его до хрена. Вот прям без преувеличения. Тот самый силициум. Он везде, песок там. Он везде есть. И он, короче, составляет 30% массы земной коры. Ё-моё. Вот, да. Кремния-то дофига. То есть процессоры можно делать и делать ещё. Не кончится никогда. Скорее всего. Всего скорее. Не как нефть. Ну. Можно не жалеть. Можно делать, значит, по полной всё. И из-за того, что его так много. Почему? Особенно учитывая, что техпроцесс постоянно уменьшают. Да. Там уже на одном кристалле 10 чипов размещается. А раньше один был. На таком же размере. Да. То есть сейчас вообще можно жить. Учитывая того, что его так много. И учитывая того, что он так прям тесно связан с нами. Задумались. А чё бы, собственно, кремния. Ну, изначально какое было исследование у учёных. Это учёные. Не британские. Угу. Почему бы, собственно, его не скрестить с органическими веществами? В смысле. Ну, вы понимаете. То есть не скрестить прям. Органический кремниевый полимер сделать из него. Угу. А чтобы это сделать, нужно его там, опять же, скрестить там со всякой хренью. Какие-то гемопротеины какие-то, короче, лучше всего подойдут для этой задачи. То есть прям, реально, тут надо вот прям химию, физику знать. Угу. Напишите. Кто у нас из кремния уже состоит, пацаны? Хотя бы кто гемопротеин из себя уже это. В колол. Да. Вот. Там, короче, реально скрестили несколько там, в общем, каких-то там железа, как у нас вот в организме. Прямо вот реально воссоздали. Угу. Немножко. И подумали, а что бы нет? Попробовали. Это реально работает. Можно сделать. Скрестить кремнии с вот этой вот нашей органической хренью. Тканями. Угу. И оно самое главное. Там страшное происходит. Как обычно. Ты когда скрещаешь, он сначала хреново схватывает. А потом уже так схватывается, что не отнять. Умнее ученых становится. Ух, ё-моё. И там есть видосик на 13 секунд. Как вот реально протеин анимэйшн. Арнольд. Возможно, это дальше превратилось в человека Арнольда. Я включил, да. Да. И там оно спокойно, изи скрещает. Ну, понимаете, серые это все-таки кремнии, волокна. Те самые. И вот они с железом и со всем-совсем. Вот здесь написано, что структура небольшого гем, содержащего блока, цитохром. С У. С Y бактерией, видимо. Р-хо-до-те-р. В общем, извините, конечно, но это обосраться. Чё? Если скоро будут ходячие процессоры ходить, чё будем делать? Саня, какой вопрос к тебе? Как в четвертом фулауте. За братцы стали проходить и уничтожать их всех нахрен. Я думал, они будут к нам подходить и вызвендивать жон. Да. Ну, в общем, да. В общем, крутые такие новости в научпопе. Сегодня очень подготовленный научпоп профессионально. Темы слушателей, господа. Давай. И дамы. У нас вроде сегодня есть отдам или нет? Вроде чё-то есть. Сейчас посмотрим. Да, да, да. Одна была. Первая, короче, новость, это камень... Как сказать-то? Камень не в огород, а камень в хостинг наш. Вот прям в стойке. ewebdesign.ru slash smarttape. Да, в тот самый. Мне очень нравится, знаешь что? Что у нас в слайке это обозначена новость как рукожоп. Вот реально. Альберта, который нам написал пост, а он сам признался в конце, что он рукожоп. В общем, он пишет, что какая тема. Он пользуется, smarttape использует. Когда он перешел, значит, на хостинг, он там начал, он пользуется безлимитным хостингом обычным. Короче, он кислого слоил. И вялого. Он, короче, значит, да, попробовал, перенес. Ему, короче, отвалились серваки в smarttape. Бывает. Бывает, отвалились серваки. Сайт, короче, сказали, ну мы все перенесем, все нормально починим. И, в общем, чинили там неделю или две. И вот только недавно вроде как починили. А пока, короче, все это чинили, периодически там получая ответы от сервера в районе 5 секунд. То есть он очень медленно доступался до всего. Очень медленно все грузилось. Ну, в общем, работал. Хочется сказать просто, что это жизнь, Альберт. Да. Бывает всякое. Он говорит, что давайте не советуйте мне ВПС-ку свою с SSD-хами. Потому что, говорит, мне надо просто обычный безлимитный хостинг. Я вот хотел попробовать, я попробовал. А копаться в настройках ВПС-ки у меня, говорит, нет желания. И времени, видимо. И всего вообще. Ну да. Да я даже не знаю, что теперь сказать. А я говорил, я когда читал, я говорю, просто чувак нам сказал, высказал вот такое мнение. Ну вот, есть такое мнение. Но вы попробуйте. Но бывает и по-другому. Бывает, когда все хорошо. Вот у нас все хорошо. Не, понимаешь, в чем суть? Ну-ка. В том, что никто не пишет. Точнее пишут, но вот раньше писали. То есть позитивных отзывов всегда меньше, чем негативных. Потому что негативных хочется и злить на кого-нибудь. Конечно, позитивных. Ты и так доволен жизнью. Чуть еще это писать. Да, еще по русским приметам. Напишешь, что все хорошо, сглазит тебя сразу. У тебя сразу там не получится. Тут не это. Туда-сюда. Боли рези. Жириной проблемы начнутся. Зачем? Да. Идем дальше. После рукожопа следующий. Алексей пишет. И здесь нужно... А это как обозначается? Это у нас... И здесь нужно дословно просто... Он сначала нас благодарит за подкаст, а дальше пишет. В общем... Давай хотя бы... Как благодарить. Здравствуйте, ребят. Дословно, да. Давно слушаю ваши подкасты. Вы молодцы. Спасибо за ваш проект. Не, по-хорошему. Прям не могу. В общем, я устроился джуниор фронтендом в одну местную галеру. И вроде бы работаю. Вроде даже получается. В галере уже почти полгода проработал. Все бы вроде хорошо. Расту. А вот они растут. Топчусь на одном месте с одними и теми же проблемами. Коллег по офису достаю. Всех задрал уже. Считают меня дурачком. Да и я понимаю, что уже за прошедшее время не могу повысить качество своего кода. Слэш работы. Другие джуниоры по цеху соображают больше и делают работу быстрее. В скобочках. Хоть и не всегда качественнее. Начинаю сомневаться уже в своих умственных способностях и руки опускаются. И грустно становится сразу. Но ничего, кроме как фронтенд слэш дизайна. Дизайнером тоже подрабатываю. Я не умею. То есть в какую-либо другую сферу податься не могу. Подскажите, что делать в моей ситуации. И знаешь, это вот у нас написано Алексей прокомментировал. Возможно, это какой-нибудь Иван. Он специально себя замаскировал по анонимусам. И это знаешь, как напоминает в каких-нибудь передачах, там где какой-нибудь типа Найк дает интервью. И его только черную тень показывают. Да, да, да. И там на самом деле Алексей, и голос изменен, все изменено. Ну, я на галерии работаю, не знаю. Вот. И ему, собственно, Всеволод что-то здесь ответил. Даже. Ты читал? Я сейчас когда-то сказал, что... Я сейчас по ролям Всеволоду прочитаю. Давай. А я просто представлю, что Всеволод это тоже Алексей. То есть тоже Иван. Он как бы тут театр разыгрывает. Тешится просто. А он сам себе пишет. Да. Ну, давай, так. Че пишет? Я в сфере... Голос изменен. Я в сфере веб-разработки уже 10 лет работаю. И ни разу не встречал человека, который был бы и хорошим дизайнером, и хорошим верстальщиком. В скобках не говоря уже про полноценного фронтендера. Могу порекомендовать в первую очередь определиться с направлением дизайн или разработка. Уже определившись отдавать 100% времени одному направлению. То есть, видишь, Всеволод думает, что... Большое гнездо. Я не смог. Что у Ивана, в скобочках Алексея, слэш Алексея, есть проблема с тем, что он уделяет... Своё внимание распыляет. Из-за этого он не чёток, не точен. Только могу согласиться с Всеволодом. Он с большим гнездо... Не, суть в том, что... А вдруг просто чувак, ну... Не шает. И не охота шавить. Просто я не очень понимаю, если вот, ну... Как бы механику. Вот тебе уже два раза объяснили, как чё-то делать. Почему на третий раз ты не запомнил? Ну, не работают мозги в этом направлении. Может быть, чувак мог бы с какой-нибудь пьесы писать. Может быть, он мог бы какую-нибудь музыкальную увертюру сочинить. Тогда не надо себе врать. Надо заниматься другими делами. Потому что не могу податься в другую сферу, а если вот ребёнка за секунду надо кормить, а груди нет. Чё делать-то? Придётся грузчиком идти там, чё-нибудь, я не знаю, дворы мести. Но ты имеешь в виду, есть смысл... Просто, опять же, хочется Алексею ответить, есть ли смысл сейчас сесть с авторучкой и написать всё, чё я вот хочу? Конечно, есть, стопудово. Надо понять, чё ты хочешь, и от этого уже плясать. Потому что, если тебе бы сильно нравился фронт-энд, ты бы не спал, не жрал, не срал, только учил его, и уже у тебя вопросов на второй раз даже бы не возникало. Согласен, согласен. Так что, возможно, это или не твоё, или задумайся вот действительно над распределением времени, как все вот больше... Вот, ладно, спасибо. Идём дальше. Спасибо за комментарии. Мне нравится, вы душевное пишете, всегда так прям классно почитать. И сейчас очень классно будет прочитать Игоряченьку. Так. Я почему говорю, что это Игоряченька, потому что... Потому что он так написал. Нет, нет, даже не это. Он дальше просит называть, кто комментирует. И я вот специально его читаю. А ты его тоже по ролям будем? А хрену знать, что тут по ролям читать, но... Он, во-первых, предлагает несколько статей, спасибо, но рассматривать мы их, конечно, не будем. А дальше он пишет про формат. Так. Два с половиной часа ему многовато. О-о-о. Короткие подкасты было комфортнее слушать. А с какого момента, интересно, он нас слушает? Да, Игоряченька, напиши. И он говорит, что, в принципе, тема разделить на дизайн, допустим, вместе с разработчикой. Ага. Или, точнее, дизайн вместе с социалками. А пятница научпоп и разработка, например, и выкладывать. И говорит, так много просмотров, может, будет. Хрен его знает. Потом он, короче, нам предлагает... В последнем подкасте прозвучало что-то вроде подкаст 90% воды, 10% говна. Может, стоит уменьшить процентов воды? И... Тут... Процентов говна не стоит, я думаю. Да, я думаю, что процент говна тогда изменится. То есть, тут выбирайте уже сами. Я думаю, выше предложено... Потому что у нас, в принципе, в нашем распоряжении только эти две субстанции. Ну, да. Дальше уже смотрите сами. Его еще бесит, что мы много говорим вот про смарт-тейп, про донат. А мы про донат, по-моему, в этот раз даже не говорили. Ну, вот сейчас говорим, eobesign.ru slash donate. Спасибо, Игоряченька. Спасибо, Игоряченька, что напомнил, да. Вот. Правильно делайте, что в конце читаете не все комменты. Можно еще не читать комменты, из которых вы брали тему, а просто сказать перед разбором статьи. Статью предложил Вася Пупкин. Мы уже даже этого не говорим. Воруем просто статьи, как будто это мы их предложили сами себе. Нагло воруем, нагло. В общем, вот такие предложения от Игоряченьки. Так что... Как ты... Что мы будем? Здесь еще... Мне приглянулся последний подкаст. Инициатива про возвращение в подкаст рубрики с разбором сайтов полностью поддерживаю. Все еще обсуждается на консилиумах бесконечно. У нас тут такая волокита бумажная. Согласен. Я просто... Чтобы хотя бы чуть-чуть донести. До нас. Что еще не доходит, я не знаю. Сынитесь, знаешь, сколько раз подписать надо, заверить там. Да мы посраться еще. Мы не принимаем участие на черновичке распечатано. Конотариус. Конотариус. Чтобы копили от сегодняшнего дня именно, понимаешь? Поэтому к нам попасть даже через постель нереально. Согласен, согласен. Так вот. А еще можно периодически такие инициативы выносить на голосование. Вы представите, если еще голосование у нас обрабатывать начнет колл-центр. У нас сначала и голосование там. Да, у нас как в курилке проголосуют, так иногда уже даже до нас не дойдет. Уже там все на местах раскидали, все уже. Да, как в последнем герое на бумажках там. Ну все. Камни опускали белые. Камни отбивали камни. Не люблю обычно людей. Обыноча у нас написано в слайке. Не люблю обыноча людей. В общем, Дмитрий пишет. Дмитрий пишет. И он пишет, что ничего не предложу. Нормально. Просто хочу пожелать ребятам удачи в написании их подкастов. Слушаю с удовольствием. Он то есть понял, что у нас на бумагах они сначала написаны. И мы потом их зачитываем просто и все. Да. И тут, внимание, внимание. Я не особо людей люблю, пишет Дмитрий. Но вы, блин, для меня друзья заочно стали. Когда вы выпускаете очередное видео, для меня прям как жизнь поговорить вечером в пятницу. Спасибо. Мы как бы в среду обычно его выпускаем. Не, ну, не, мне нравится Дмитрий. Опять же, душевно он написал. Мне тоже Дмитрий нравится. Вот. Поэтому, да, круто, что кто-то нас слушает просто как френдов. У нас за френдзонили нас. Как френдов, да. Я даже вот, хотя бы, чтобы таких больше было, чем тех, которым надо по 10 минут ролики. И тем, которые смарт-эп говно. Да. Тут вообще без комментариев. Потому что вот мы, наш подкаст всегда, нам всегда, короче, сейчас будет последняя тема, нас там сравнивают кое с кем, да? Да это пофигу. На самом деле, не, ты очень крутую начал заводочку про то, что я вот вообще всех хочу, чтобы как Дмитрий все были. Да, мы пытаемся здесь из вас отобрать именно вот таких, как Дмитрий. Людей, которым не все равно. Людей, которые сюда приходят не за просто каким-то контентом. Который вот им вылизано подают, как на первом канале. Да это просто, вот люди, которым надо вот это по 10 минут сделать мне, чтобы я вот это самое. Чтобы я вот все понял, ничего не забыл. И все, и пошел и сделал там, проголосовал потом за вас. Мы не так хотим. Мы хотим, чтобы у нас авторское шоу было. И вот оно, пока оно авторское, а не продюсерское. Мы можем, что хотим здесь сделать. Это знаешь, как ты вот встречаешься с другом старым своим. Так. Где-нибудь в баре. Так. И ты такой, так, давай сейчас, короче, по делу. Ты мне сейчас говоришь, что у тебя как сам? С бабами как у тебя? И все, я ухожу. Никто не будет сидеть с кружечкой, сидеть с тобой, пивко. Не, не, вот так быстро. Все, сейчас быстро говоришь, как что? Я уже тебе даже не говорю ничего. Да, я не понимаю. Просто уезжаю, сажусь. Да, а вы с женщинами, видимо, только так. Я просто не понимаю вас. Возможно, вы с женщинами просто и не имели дела. Поэтому как бы все нормально у вас. Ладно, окей, отлично. Немножко погорели. И последняя тема. Рекомендация тебе. Я просто каждый раз читаю наши заголовки. Кориша пишет. Тяночки, кстати, текут. Было боится. Рекомендация. Она пишет. Чтобы улучшить ваш проект. Ваш заглавный буквы. Копирайтерши, возможно. Я предлагаю каждую тему. Дизайн, программирование и тп разбить на отдельное видео. Сы, опять. Опять тп в отдельном видео надо обязательно. Этого и так на ютюбе полно. И меньше воды лить об статье вашего канала в начале видео. Об статье. Об статье. А что, какое какое-то. Ну, имеется в виду, видишь, последнее видео. А, когда мы вайнили по поводу того, что мало просмотров. Да, да. Сделать воду отдельными выпусками. Типа рубрика «Жизнь проекта». В таком случае повысится стата. И вы будете наглядно видеть, чем ваша аудитория больше интересуется. Дизайном или программированием. Здесь я не буду даже рекламировать канал. Какой там пример нам дают. Пусть зрители, да, прочитают. На паузу поставят. Да, но тем не менее, в общем, все хотят разделить и влавствовать. И не понимаешь, что это труд большой. Вы хоть райцами-то разделяли и влавствовали? Да просто это смешно. Это знаешь, как какой-нибудь радиотир разделить сейчас. Или вот стилен колец разделить. Да, давай сейчас, короче, у нас кусок с Арвен будет. Тут с Арагорном. Да, причем именно куски собрать воедино. Вот тут все про Арвен, тут все про Арагор. Да, сейчас у меня тут все про Фродо посмотрю. И как бы сразу проспойлерюсь. Все пойму. А остальное, короче, жизнь властелина колец выпустить отдельным выпуском. Ты не пройдешь. Там, где все переходы, где... Скажи, друг, и войди. Новую Зеландию всю эту свою, блин. Элронда. Он даже как темы в отдельной говнаре просто. Вот Хьюго Уивинг хреново сыграл, да? Короче, вот надо все. Вот жизнь проекта у них. Ну, короче, в общем, вы поняли наш посыл. Я понимаю, что вы после этого скажете, ну и сидите тогда со своими тремя тысячами. А мы пойдем вон пример смотреть. Да, мы пойдем пример смотреть. Ну и идите. Я скажу, я вам. Да. А нам, Дмитрий, мы с Дмитрием посидим. Вот. Вот. И с Ильей, который нам предлагает кучу тем, которые мы будем через неделю рассматривать. Которые, конечно, мы не будем. Смотреть их мы, конечно, не будем, да. Сейчас обойка. Обойка. Я, мне приходится в Телеграме немножко проскровать сквозь Шириновского. Но, тем не менее, да, обойка. Обойка, кстати говоря, в этот раз какая-то задумчивая. Какая-то, как будто толкает нас на какие-то мысли. Подземние толчки. И мы видим здесь здание. Так. Такого грубого типа. Рубленное, как мясо. Угу. Здесь над нем летают птицы такие, как будто тревожно летают. Угу. Я тебе предлагаю начать с тебя, потому что мне интересно, что ты придумал к этой хрени. Вот это здание, это наш подкаст. Так. Так, вот попробуйте здание разделить на темы, во-первых. Посмотрим, как у вас это получится. Вот это у нас кусок здания про дизайн, а вот это про программирование. А мы с тобой это вот эти две птицы. Причем в основном мы под чайком гадим просто. Я так и понял, я знал. Мы летаем просто и гадим на наш пак. На наших слушателей, возможно. Кроме Дмитрия. Дмитрий, он ездит на велосипеде вокруг этого всего. И ржет. И вечером в пятницу. Разговаривает со зданиями. Мы в среду еще насрали. Ну просто, кроме шуток, скорее всего, наш подкаст, его вот те люди делают, которые бумажки переносят. А мы вот только гадим вокруг и пожинаем на лаврах. Да, мне кажется, после этого подкаста будет отписка максимальная. Ну и пусть. Согласен. Ну да, зато честно, это все будет. Не, а здесь видишь, в чем суть этого здания? Оно такое монументальное, как наш подкаст. Ты его не сдвинешь никак. Не как избушка на куих ножках. Полный брутализм, как в позднем Советском Союзе. Или функционализм. Просто прямые коридоры. Туалет на каждом этаже. То есть в каждой теме. И все. И окна во все стороны. Узкие, как бойницы. Согласен. Это наш подкаст. Прямо как здание ЦНТИ у нас в Челябинске. Да и куча других таких зданий. Надо завершать. Подписывайтесь на соцсетях. Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс. На ютюбе ставьте лайки, пишите комментарии. Нам все очень интересно. Темы предлагайте на сайте. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. И увидимся, да, через неделю. С вами были Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Удачного всем дня. Удачной всем пятницы. И пока. Пока.